ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, товарищи! Мы сегодня собрались здесь на очередное юбилейное заседание Российского комитета рабочих. Десять лет назад, в апреле месяце, все это дело начиналось. Я приветствую здесь гостей города на Сормовском заводе, на Сормовской земле. Мы уже несколько раз, я даже доклад делал на эту тему, для чего была создана наша организация. Было рассказано истории ее создания, какие вопросы мы здесь обсуждаем, кто приезжает сюда. Я должен сказать, что вот 10 лет, два раза в год в этом помещении мы встречаемся. Организация наша, мы считаем, самая демократическая. То есть сюда приезжает, независимо там от статуса, какая профсоюзная организация, большая или маленькая. Значит, большая или рабочая организация, или маленькая. Нам это не очень важно, хотя, конечно, важно, но и не очень важно, потому что разные организации приезжали, с разных городов. Причем, приехали, поработали, не понравилось, может быть, на следующий раз и не приезжали. Но, как правило, основной костяк организации, он здесь всегда на каждом заседании присутствует и работает. Причем, работает плодотворно. Мы, как правило, заседаем здесь, вот работаем два дня, суббота и воскресенье. Вот вопрос какой, для чего была эта организация создана? Отвечаю и говорю, что мы все говорим об этом. Для объединения рабочих организаций, для поддержания, может быть, для развития рабочего движения в России. Конечно, были времена, когда сюда приезжали с Владивостока, с Омска, с Новосибирска, с Тюмени, с Волгограда, с Челябинска, со Свердловска. Вот география таких городов, я уж не говорю о западных и южных городах. Сейчас в связи с тем, что транспортные расходы большие, деньги нужны, поэтому приезжают не со всех городов, география сужается. Но я бы не сказал, что сужается. Мы не приехали с Тольятти, должны были приехать с Гуссу-Крустального, почему-то вот таких нет. Здесь всегда присутствуют докеры, здесь всегда присутствуют московские делегации, регионы области, Кстово, Дзержинск, Арзамар-16. Приезжали вот с Ворсма, сейчас по каким-то причинам не приезжают. Я хочу что сказать. Значит, вот я упомянул о больших организациях, о малых организациях. Значит, наше заседание Российского комитета рабочих, оно полезно и малым, и большим, крепким организациям. Почему? Малые организации приезжают сюда учиться, набраться опытом, да и вообще-то заседание, можно сказать, и проводится для того, чтобы обменяться опытом. Что касается больших организаций, они здесь всегда выступают, всегда по-деловому. У них уже большой опыт в профсоюзном движении, в рабочем движении. И они должны понять, вот я сейчас вот так вот думаю, что они просто не должны зазнаваться, что вот они большие, а тут маленькие организации приезжают. Потому что по-одиночке, без воплощения всего рабочего движения и наших профсоюзных и рабочих организаций, по-одиночке раздают всех. Придумают что угодно. И примеров тому хоть отбавляют. Поэтому я обращаюсь вот сегодня с этой трибуны в вступительном слое, значит, особенно к докерам, особенно, значит, вот профсоюзной организации защиты труда, Арзамаса-16. Чтобы они приезжали сюда всегда, потому что их опыт очень целен. Здесь в выступлениях, в докладах будет сказано, какое значение для, скажем, коллективных договоров имела опыт профсоюзной организации докеров морского порта Ленинграда. Значит, на их основе, по сути дела, во многих организациях разработаны, значит, на ЗИЛе даже внедрены, внедрены, значит, коллективные договоры. Дальше. Я чего хочу еще сказать, и это многие тут присутствующие знают. Многие начинания в рабочем движении, они начинались именно вот здесь, из этого зала. То есть, это борьба за новый трудовой кодекс, а она длилась целых семь лет. Дума никак не могла, значит, принять вот новый трудовой кодекс. Там все было, и правительственные, и кодекс трудовой восьми. Там и Явлинский что-то там подавал. Ну, много. Но наш трудовой кодекс, наш проект трудового кодекса, но он не давал дорогу вот правительственному трудовому кодексу. И в конце концов там нашлись умные головы, что они, значит, сообразили, что так дело у них не пойдет. Так вот, они сделали согласительный, значит, проект. И даже наших депутатов, некоторых, левого направления, значит, вынудили этим, значит, принять тот правительственный кодекс. Но и в этом согласительном кодексе многое есть, многое взято из нашего проекта трудового кодекса. В этом зале разрабатывалась, по сути дела, шла борьба за внедрение на предприятиях коллективных договоров. Значит, упор делался всегда на что? Без коллективного договора предприятия как таковое, работники предприятия, Без коллективного договора они никаких прав не имеют. Потому что, когда идешь в суд по какому-то вопросу спорному, в суде сразу спрашивали. Коллективный договор есть? Нет. Ну и до свидания. Значит, а есть коллективный договор? Ну, значит, а что за письма в коллективном договоре? Тут уже другой вопрос. Конечно, не все у нас здесь получается. Ну, это, наверное, вот период становления нашего. Я бы на этом закончил. Вот то, что я хотел сказать во вступительном условии. Переходим к работе. Мы должны избрать сначала рабочие органы. Предлагается президент. Игошин Шишкарев-Харлан. Еще есть какие-то кандидатуры? Есть. Поеще мы идем. Я ставлю на голосование. Кто за то, что вы, товарищи, ввели наше заседание, прошу проголосовать. Мандатный, конечно. Дальше нам надо избрать мандатный комиссию, ну, который уже работал. Предлагается Шишкарев и Сенков. Сенков-председатель. Прошу верить. Кто за то, прошу проголосовать. Надо нам избрать редакционную комиссию. Предлагается Каретников, Дефедов, Кудрявцев. Есть еще кого добавить? Нет больше кандидатуры. Достаточно. Достаточно. Стало проголосование. Кто за то, чтобы эти товарищи работали в редакционной комиссии, прошу проголосовать. Хочешь ли предварительными сказаниями сколько? Ну, расскажите. С красными, этим. С красными 13. Вам решающие гости 13 директора. Может, так сказать, я не знаю. Представляет города Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Таро, Парагон, Парига. Спасибо. Потом будут выступать. Да. Нам надо применять повестку дня. Вот в нашем, то, что мы рассылали, в нашей повестке дня, она не изменилась. Только представлены местами. То есть, второй вопрос мы предлагаем поставить на первый. А первый на второй. Значит, какие вопросы мы предлагаем рассмотреть. Первый вопрос. О перспективах изменения социально-трудового законодательства. Значит, докладывают по этому вопросу. Вопрос очень серьезный. Тюлькин Виктор Аркадьевич, Петров Виктор Михайлович, Попов Михаил Васильевич, Золотов Александр Владимирович. Второй вопрос. Итоги и ход заключения коллективных договоров. По этому вопросу, кто у нас докладывает докера Ленинграда. Первое слово будет предоставлено Харланову. Еще там у нас есть кто? Да, Шишкарев. Шишкарев. Это докер. Это наладчик ЗИЛа. Станков Шчайкова. Третий вопрос ставим по печати. Вопрос очень серьезный. Проблема с народной правдой, с редакцией. Поэтому мы должны обсудить и вынести свое решение. Вероятно, не первый раз уже. Но, тем не менее, по такой вопрос я ставлю в повестку дня. Какие еще будут вопросы, замечания по повестке дня? Разные. Ну, разные, понятно. Орг-вопрос, естественно. А? Орг-вопрос. 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 Какой? Какой? Председатель есть следующий. Нет. А в следующем заседании? А. Ну, это в разном. Нет, это не в разном. Нет, это не в разном. Такие решения. Так, четвертый будет вопрос. Ну, место... Ну, место... Нет, это решение, наверное, резолюционное. Что? Нет, ну, мы рассматриваем. Две минуты. Значит, место определено. Нам надо определить дату и повестку дня. Хотя бы приблизительно. Вот. И пятый вопрос. Разные. Вот. Подавайте, значит, вопросы в разные, чтобы мы знали, насколько это растянется. Так, еще есть предложение по повестке дня? Нет предложений. Одна же, кто за данную повестку дня прошу проголосовать и поддержать мандаты. Тринадцать. Против есть, против нет, бездержавшихся нет. Повестка дня принимается. Продолжаем нашу работу. И регламент можно? Да, обязательно. Как же? Я вот, извините. Я забываю. Я привык говорить, чем больше, тем лучше вроде бы. Но не всегда так получается. Докладчикам мы предлагаем высказаться за 20 минут. Все вместе? Все вместе? Да, все вместе. Так. Я уже говорил, тут Виктор Аркадьевич, он выступает первым. Значит, ему можем дать минут пять, побольше. Вот. Другие докладчики, я имею ввиду по первому вопросу пока. Ну, я думаю, они, значит, ограничиваются как мы будем? Не более 20 минут. Ну, так же по второму вопросу. Приняк? Приняк? Приняк сколько? Приняк семь минут. Я. Ну, что же всегда дергают со штаны людей? Значит, дадим пять. Друг, говорит, семь. Да. Значит, мы и так немножко, значит, зарушаем правила, так. Говорит, уже семь, а мы еще этого не останавливаем. Причем, если говорит человек по делу и с интересным добавленным выступлением, из зала говорят, что дайте время еще. Кто за этот регламент? На перекон? На перекон. Через полтора часа? На перекон. Через полтора часа? Через полтора часа. А обед? По времени. По времени. По ситуации. Как всегда. Как заработать. Да. Как свариться вот здесь. Обедать. На обед. Ну, обычно мы вот по ситуации смотрим, как там по вопросам, которые освещаются, как они. Да. Ну, обычно у нас двух, трех. У нас часа будет. Ну, да. Ну, два, три. Да. Обед у нас часовой будет. Кто за этот регламент? Сколько работаем сегодня? Вот. Как и работаем сегодня? Вот каждый раз, когда принимаем регламент, всегда спрашиваем, то сколько работаем. Значит. Вот, принимаем решение до пяти, значит, работаем до шести. Давайте до четырех, чтобы до пяти ослабить. Ведь у нас, у нас как получается. Ну, вот, вы знаете практику. Вопрос обсужден, закрыт, значит, пишем резолюцию, решение или постановление. Вот. Принимаем его за основу и этим кончается. А на второй день, значит, уже ставим вопрос на голосование, значит, в целом. Так вот, регламент, как, ну, до шести часов обычно. Ну, посмотрим по ситуации. Если мы уложимся вот так, что еще шести нет, а мы, значит, уже там закончили какой-то вопрос, мы закончим в пять или в пять тридцать. Давайте, говорим на пять. До пяти, поговорим. А что? А что? Поставим, ну, по три часа. Ладно. Давайте до пяти. Завтра работаем с веками. Еще есть какие-то предложения? Завтра начинаем в девять. Завтра начинаем в девять. Семного и моря. Есть еще какие-то вопросы, предложения по регламенту? Нет. Ставим голосование. Кто за данный регламент, прошу проголосовать. Против? Нет. Вызвержавшихся? Нет. Против единогласов. Переходим к нашей основной работе. Значит, по первому вопросу, первое слово предоставляется Цюркину Виктору Аркадьевичу, депутату Госдумы, А вы, подавленный комитет, вы углавляли. На трибуну, пожалуйста. Такая чущая. Давно не стоял. Сами, сами представьтесь. Да. Значит, всем добрый день. По партийной принадлежности я, значит, РГРП, Апатулский зампредседателя комитета по труду и социальной политике. Значит, фракция КПРФ, то есть та, которая есть наиболее левая. Значит, в комитете по труду и социальной политике два поста зампредседателя комитета взяли мы, то есть наши товарищи я и Олег Васильевич. Это, конечно, дает определенные нам возможности, о которых я позже расскажу. Ну, не надо думать, что это акты большие и посты, потому что в комитете 14 человек замов 6 плюс председатель, так сказать, то есть как на подводном акте, так сказать. Эфициров больше, матросов меньше и прочее. Значит, как вы понимаете, официальных никаких поручений от Думы мы не имеем приветствия этого дела, поэтому от себя лично тех поэтических сил, которые предоставляем, и доложим о собственном видении той ситуации, которая в данной Думе сложилась. Значит, не является секретом, что эта Дума более реакционная, чем все предыдущие вместе взятые, я думаю, включая царские Думы. Потому что в царских Думах там хотя бы сколько-то рабочих было, даже больше веков, там 6 последних. А в этой ни одного рабочего отличия нету, в этой Думе. И людей, которые думают о рабочем деле и не просто, так сказать, о простом народе, тоже стало значительно меньше. Значит, контрольный пакет голосов, в том числе конституционное большинство, имеет единое отсиде, причем характерно отметить, что они имеют голосов, командных голосов и вообще влияние непропорционально намного больше, чем они получили на Думских выборах. За счет чего? За счет того, что вовремя и правильно они изменили законодательство. Основную роль, особенно по выбору в одномандатных и кругах, играют деньги. Поэтому, после того, как итоги выборов были подведены, к ним, вполне естественным образом, примкнули все а. прихлебатели, б. представители денежных мешков. И, таким образом, у них есть волшебная цифра, которая чаще всего загорается на экране – 333. Вот 333 голоса, но чуть больше, чуть меньше они имеют. И печатают, что будет, что хотят. Вот это первый момент, который надо понимать, отметить. И поэтому, с точки зрения действительно проведения через эту Думу чего-то прогрессивного, чего-то смягчающего, значит, гнет или дающих большие возможности борьбы для людей туда, можно с очень небольшой вероятностью, и если эту вероятность реализовывать, то с очень серьезным напором извне и с очень большим каким-то шумом скандалом. Вот когда им невозможно куда-то там отойти, чего-то провести и так далее. Второй момент, который я просто хотел бы обратить внимание, чтобы по-человечески была понятна ситуация, он даже какой-то парадоксальный. Особенно вот это проявилось, когда на 3 дня вывозили депутатов на учебу. Ну, так называемая учеба, за городом, в пансионате, читают лекции. Греф, Кудрин, Степашин, там, как говорят, Карелова, там, представитель ФСБ, управ, делами, ну и так далее, и там потом. Парадокс заключается в том, что когда общаешься с этими деятелями из «Единой России» где-нибудь заглядывать, или в столовой, или еще лучше, так сказать, покупать, где вы выпиваете, вроде нормальные люди рассуждают, все развалили, до чего докатились, страну опустили, и вообще дальше некуда. Как только начинают выступать на трибуне или голосовать, совсем наоборот. На все мысли о том, что куда докатились и к чему привели, все это мы слышали, и 70 лет, так сказать, вы нас вели, мы знаем, плавали, и тому подобное. То есть, особенно это заметно у того состава «Единой России», который прошел по списку. Как вы помните, в основном они стояли за спинами министров, губернаторов, там всяких этих детей, делей, и там чрезвычайно высок процент тех, кому обязали, так сказать, послали. Вот я знаю пару вице-губернаторов, которые были в кулуарах, вроде совсем, почти советский человек, даже переживая, что там зюганов коммунистическую идею опошляет воинство. Значит, дети, племянники и так далее и тому подобное. Вот это для того, чтобы понимать, так сказать, по «Единой России», что это за фракции, что все ключи уничтожили. Более того, значит, они, вот с моей точки зрения, даже действуют не очень умно, у них сразу появилась та болезнь, о которой Владимир Ильич предупреждал все время, потому что чуанство такое, понимаете, в партии нет. Они сразу захватили все руководящие посты в кабинетах, то есть 28 комитетов по 28 председателей. Значит, все кресла подавляющие, так сказать, советы Думы, то есть там 9 госспикеров, вот там 6 их, или сколько, совет Думы, который так называется уже, практически совет фракции «Единая Россия», более того, они очень часто стали употреблять это выражение. Выступают перед Думой и говорят, а мы это уже на совете фракции или на президиуме фракции рассмотрели, еще в партийном порядке рассмотрим и проведем. Значит, с точки зрения обеспечения своего влияния, вот у них это чуанство прет, значит, из всевозможных щелей, и они действуют в том числе во многом классическими аппаратные методы вот в лучшем таком образце а-ля КПСС Горбачевского разлива последних лет. Значит, в том числе, от предыдущих Дум остался такой документ, как регламент. Любят его называть внутренним уставом или внутренним законом, по которому все-таки положено в каких-то случаях предоставлять слово, в каких-то случаях обязательно там голосовать, каких-то еще чего-то. У них появился уже типовой прием, а по регламенту не положено, так мы сейчас этот регламент изменим. Поскольку у них большинство есть, они, соответственно, регламент меняют, меняют, меняют и все время его меняют в сторону больше управляемости собственной и меньших элементов тех остатков демократии, которые были. Ну, например, если раньше вот мы с Михаилом Васильевичем изучали и пришли к выводу, что, так сказать, если проявить достаточный упор, то все одно законопроект внесешь и все одно на трибуну попадешь. Ну, теперь они ставят вот на этой дороге, так сказать, свои клипы. То есть Совет Думы имеют право отклонять там этот законопроект, ведущий профильный комитет имеет право зарубить, тот, который уже прорвался во второе чтение, имеет право вернуть первое и снять чтение сразу назад и прочее прочее. И много таких всяких мелких таких приемов, где они сейчас ставят эти кузни. В том числе, раньше обязаны были законопроект принять, если принес, да, и тормозами могли быть только процедурные вопросы. Вот не получил там он заподправительство, тебя на второй круг оправит, еще чего-то. То теперь уже поставили какие-то барьеры типа как целесообразность, соответственно, так сказать, общей концерции. Ну, примерно так, общей концерции. То есть не вписываешься ты в ту линию, который я, ну, давай на задний двор, так сказать, не буду работать со своим сотрудопроектом, не пойдешь, не увидишь и прочее. То есть это вот общая такая ситуация, я в этой Думе. Значит, теперь я рассказал вот это, ну, самая реакционная сила, которая там построена, и которая будет определять все, что в этой Думе делается. Что можно сказать о левых силах? Ну, условно, конечно, левых. Значит, вот я, значит, состою фракцией КПРФ. Говорились, мы на выборах так прошли, по списку прошел и тому подобное. Значит, естественно, что в планах было постараться в этой фракции наиболее левые, что ли, элементы хоть чуть-чуть как-то, так сказать, сплотить и направлять на соответствующую работу совместную. Будет получаться от богов плохо. Почему? Потому что я знал, что у них во фракции, в партии обстановка нефть. Ну, что на такой степени я не представлял. Значит, они, во-первых, погрязли во внутренних разборках, и это надолго. И без перспективы выхода на какие-то левые позиции, что ли. Потому что вот это противостояние, которое идет Зюганов-Семигин, оно выгодно объективно Зюганову. Он сумел сместить линию противостояния в правую сторону. И вместо того, чтобы разбираться, коммунистическая, она не коммунистическая, за рабочий класс она или не за рабочий, там, на советскую власть или за парламентаризм. Лимит исчерпан или не исчерпан. Они вместо этого сместились в правую и теперь разбираются. Кроты-некроты. Семигин и Зюганов, так сказать, там. Где деньги, которые на выборную кампанию получили. Ну, примерно в этой плоскости. Поэтому, вот это первое осложнение, которое во фракции, так сказать, больших надежд или перспектив не дает. Второе. Даже те люди, которые там есть, ну, приличные, что ли, или честные по-своему люди, они не понимают тех задач, которые для нас являются гвоздем. Они не понимают, что не организовав какого-то сопротивления вне Дума, организованного сопротивления, конечно, рабочего там движения, профсоюзного, не на что рассчитывать. Они многие искренне бьются вот за свою поправку, за свою, так сказать, правду по какому-нибудь законопроекту, еще почему-то там. А что-то можно сказать вот об этих битвах. Вот приходишь на заседание, получаешь вот такую пачку бумаги, кто-то там до этого рассмотрит. 43 вопроса повестки. По каждому вопросу, значит, надо несколько раз там кнопки идти нажимать, вот посчитать, что там это... Если человек в одиночку там или так далее, невозможно по всем законопроектам что-то знать, чем-то ориентироваться на слух, что-то воспринять, о чем-то речь идет. Вот это уже очень значительно осложняет работу. А второе, вот я замечал во фракции, в самой левой, в хорошей фракции, на меня они даже обижаются. Идет битва за какой-нибудь там законопроект. Законопроектом называется все, что вынувается. Поправка в три слова – это законопроект. Вот в последний день вчера особенно было заметно. По нескольким вот таким делам тот же Илюхин бьется вовсюду, тоже там Блитнева, еще кто-то. А речь идет, может быть, о нужных вещах, но бьются за какие-то льготы, улучшения, повышения в основном чиновникам. Таможенникам, работникам гражданской обороны, каким-то военизированным, впрочем, охранникам, чего-то, милиции, МВД, северный коэффициент госслужащим там пробивали, еще где-то. У меня уже, так сказать, не то что зло, я говорю, слушайте, я вам против. Как ты можешь? Какой-то там служащий на севере, в каком-то муниципалитете, занимается жилищным хозяйством, получает так мало, я говорю, не в этом дело, общая тенденция. Если бы мы с таким же упорством бились бы за рабочих и крестьян, то вот за этих служащих, за тех служащих, и пошло-поехало и тому подобное. Это вот к тому, что во фракции. Хотя кое на кого можно опереться, особенно по конкретным вопросам, когда расстолпуешь, вот как, чего, когда как-то можно, и то чаще всего не больше, чем нажатие кнопок, ну и несколько выступлений. Из тех людей, которых можно назвать, ну, приличными, что ли, или более левыми в этой фракции, часто оказываются те, кто даже в КПРФ не состоит. Вот тот же Кондратенко, хотя со своими уклонами, вот там поиски жидомасонов и прочее, Смолин, очень прилично, так сказать, человек, депутат, и понимает, и профсоюз на работе в том числе, слепой, который парень, председатель общества слепых, Литнева, Тамара Васильевна, так, ну и некоторые другие. Новосибирские ребята все неплохие, тем более, что они четырех депутатов даже по кругам обеспечили, там, во главе с Валитоновым и так далее. Ну и очень, так сказать, большой опаской надо относиться к аппаратчикам с КПРФ, которые иногда такие фортеля выкидывают, что тяжеловато. Значит, теперь в перспективах, собственно, работы по законодательству и по проводимой политике, я прямо скажу, что они у нас нерадужные, потому что выборы закончились и политика началась. Значит, пошли повышения цен в Москве на транспорт, как знаете, на 30%, в Питере в составе квартплаты то, что за квадратный метр пять раз, сразу повышают. Значит, рост цен, он, так сказать, широким фронтом не сразу, а ступенчато двигается, и целая серия законопроектов, да не то, что серия, как их назвать, основная масса, что ли, построена, они нацелены на комплексное такое вот, но неуклонное наступление. По широкому фронту идет. Я думаю, что лучше всех вот эту линию характеризовал фронтовок, когда его утверждали премьеры. Может быть, он еще потому, что не очень, как бы, искушенный в политике где-то публичной, высказывался более прямо. Он, в том числе, обращаясь к депутатам, а там, в основном, он смотрел в сторону единоросов, выдавил следующее, что и, слушайте, на вас же большая надежда. Отвечал он на вопрос, где средства взять. На вас большая надежда, вы должны поработать. Нам еще надо дотянуть лесной кодекс, так сказать, и земельный кодекс в общем масштабе, водный кодекс и закон о недрах. С точки зрения вовлечения в рыночный оборот. Вот примерно всеми этими словами все сказано. То есть остатки государственных пакетов на приватизацию по промышленности идут и вовлечение в рыночный оборот того, чего всему народу принадлежало до сих пор. Земля, леса, воды и недра. Значит, вперед поход. Причем, сходу вот сказать, какой именно там законопроект на сегодняшний день самый-самый-самый антинародный, что ли, или где его крепость, очень трудно. Почему? Потому что оно разбито на такие дисперсные группы, за которыми следить сложно. Сейчас в незавершенном производстве Думы примерно две тысячи крутятся того, чего называются законопроектами. Видишь? То есть здесь поправка, там абзац, тут статья, здесь концепция и прочее прочее. Мы первые уже пошли. Значит, очень интересно отметить, что они действительно идут комплексно. То есть они понимают, что, наверное, улучшений ждать не приходится, а что будут строить рубежные сопротивления люди. Поэтому они на всякий случай перекрывают и вот те направления, где это сопротивление может развиваться. Значит, о том, чего они будут перекрывать по трудовому козу, кто, значит, Виктор Михайлович доложит, а в среду они вытащили вопрос по законопроект, митинги, демонстрации, пикеты и прочее прочее. Значит, перекрывая наиболее вероятные и наиболее используемые пока, значит, формы массового сопротивления. Не только у нас в той же Западной Европе, когда в противовесном наступлении на пенсионное законодательство, вот я видел сам своими глазами, 500 тысяч, так сказать, в Афинах выводят на улицу. Причем профсоюзы выводят. Это не как вот, так сказать, наша демонстрация, организованные массы и организованы там и по построению демонстрации, и по уступлениям, и по требованиям, и прочее прочее. Так вот, выносит этот законопроект, который лукаво называется уведомительный характер, затверждает, а по сути дела он, так сказать, носит характер крана, перекрывающего все это движение, да? Значит, по целому ряду пунктов, особенно рассказывать там, может, не стоит, но, значит, чиновники могут не принять ваше уведомление по целому, целому перечню всяким делом. Раз. Во-вторых, на тех же пикетах запрещается использование звуковой установок. В-третьих, целая серия территорий, в том числе органов власти, начиная от резиденции президента, окончаясь самоуправлением, она не запрещается для проведения массовых акций. То есть, цены повысит мэрия, протестовать пойдешь в парк культуры и отдыха, как в пруду карасями. То есть, временные ограничения поставили по проведению, там, с утра до вечера, ночью нельзя. А у нас в целом есть субботы пикетов, которые ночью стоят, там объявляют до победного концерта и прочее, прочее. По времени подачи заявок 10 дней до мероприятия, и с этой стороны поставили не ранее 15 дней. А если большое мероприятие, то мы обычно ходим, так будет еще год. Вели целый перечень возможных отказов, в том числе несоответствия общепринятым нормам морали, общественной нравственности. Вот будет определять. Вели категорию ответственных от лица организатора и ответственных от лица исполнительной власти. При этом ответственная от исполнительной власти в ходе мероприятия может потребовать его прекращения, если не соответствует. Чему? Например, соблюдение рекламы. Короче говоря, реакционный закон. В Думе идет обсуждение. Надо сказать, что Единая Россия не получает ни одного голоса в свой плюс. Ни от фракции ЛПР, ни от фракции Родина, ни даже от ЛДПР. И ни одного, почти ни одного. От независимых депутатов. Их таких 14 голов. Только у Невзоров поставил плюс, потому что его карточка в чем-то гармонит. Я до конца не смог разобраться. И даже три штыка из Единой России тоже, так сказать, сопротивляются этому небу. Минералов, безбородов. Ягут есть, Бесцигов такой очень интересный человек. Он может, Ягут, и со свойствами. Например, то я несколько раз. Я уже видел, что он, так сказать, не вписывается в общий ряд. Пытается там пробить то коэффициентное северо, то и все-все. Это уникальный случай, понимаешь, что ни одного голоса они не получают. Мы это пытаемся озвучить, подчеркнуть, что это не думая, что вы, вы сказали, вы партия власти, вы отвечаете перед народом. Надо сказать, что у них политологи, наверное, где-то есть неплохие, подсказывают. Потому что уже вечером они перед телевизором начали отыгрывать назад. Они ни в коем случае не почерпнули тот факт, что все им отказали, только они. Уже Грызлов начал говорить, что мы поправки там, сям, здесь и так далее идем. Так? Интересно отметить, что Исаев, сукин сын, который от профсоюзов НПЛ, поддерживал этот закон, хотя сами ПНПР отослали всем бумаги, и она есть эта бумага, что они против этого закона, что они призывают свои организации региональные выступить и прочее, прочее. Объяснения у них тревельно. У Исаева, я имею в виду, Единая Россия. Мы дотягиваем второе чтение, третье. Мы тут все умоем, все распишем, все сделаем и тому подобное. Еще один очень интересный момент, который сейчас я характеризую, это через день, в пятницу вчера, да, в пятницу вчера. Чувствуя, что для них самое опасное именно оказаться в изоляции и их будут, так сказать, на них пальцем показывать, что вот это они, они в одиночку, все никто их не поддерживает. Вчера было уже обсуждение законопроекта, который был в социальной такой характерной силе, а именно, шла корректировка закона о прожиточном минимуме. Корректировка касалась всего, там, пять, наверное, слов в разбивку. А именно, ссылаясь на то, что якобы в законе о пенсионном обеспечении теперь нет понятия «минимальная пенсия по старости», они в законе о прожиточном минимуме, в том предложении, где было сказано, что понятие «прожиточный минимум» служит для того, чтобы определять минимальный размер зарплаты, стипендий и пенсии по старости, «вот давайте пенсии по старости уберем». И вот вокруг этого пункта развернулась целая борьба, целое выступление франции. Ну, понятно, в нашей линии, как мы агитацию проводили и говорили, что, ребята, исчез термин, вы сами говорите, исчез, а что сама проблема? Она что, перестала быть актуальной? Или, может, на этот прожиточный минимум прожить можно, так можно эксперимент, так сказать, поставить из наиболее виданных депутатов. Тем более, что самое большое лукавство – это вот мы пробовали провести там как раз ту работу, которая не повлияет на результат, но, так сказать, ликбез, пропаганда перед средствами массовой информации, перед самыми единорусами и так далее. Их традиционный ход, что мы же перешли к накопительной системе, вот в Советском Союзе ее не было, вот работающих кормили неработающих, поэтому вот сегодня и пришли к такому жалкому существованию тогда. Вот проводим линию, понятная аргументация, что независимо от политической принадлежности и вероисповедания, тут большинство советских школок выросло, и материалисты по духу. Накапливаются ведь не какие-то цифры на счетах или деньги, накапливаются результаты труда людей. Эти результаты труда в сегодняшних фабриках, заводах, там, газпромах, нефтепроводах, зданиях, сооружениях, они кормят всех, от депутатов до легаров. И, так сказать, то, что накопили эти сегодняшние старики, вот они и растащили, так сказать, по сусекам. Поэтому ставить вопрос, что кто-то чего-то не накопил, это аморально. Ну, и так далее, но подруга. Это я все рассказываю для чего. Первое, что вот эта первая антинародная, конечно, прошла, но по результатам голосования, опять картина, ни одного голоса не дает КПРФ, ни одного голоса Родина, ни одного голоса независимая, и все 36 голосов ЛДПР уже в стане единой Россией по этим делам. То есть, первое, единой Россией чувствует, когда до них становится опасно и как действует, а второе еще раз, значит, ребята у Владимира Ворфовича показали, что они обслуживают власть. Мы им с этого с трибуны подчеркнули, говорим, ребят, вы зря обижаетесь, когда вас в этом упрекают. Они подтупились, даже отреагировали от микрофона, мол, каким-то голосуем. Самого Жирика нету. Вообще зал там бывает полупустой. А один из жириновцев, который в гостинице живет рядом со мной, ну и мы там вроде как полуприятели уже там, говорит, слушай Аркаевич, ну ты понимаешь, вот. Потом расскажу, говорит, приходится вот так поступать. Да, вот и было. Значит, целая серия вот таких пока еще не крупных, но постепенных поправочек наступлений выстроено. В том числе первая поправка пошла в ЗОД вчера на наседание. Касается она, опять же, этого прожиточного минимума. В ЗОДе было записано, что прожиточный минимум и его величина определяются федеральным законом. Да. Вот слово «величина» выкинули. По закону другому о прожиточном минимуму рассчитывает правительство определяет. Прожиточный минимум, да. То есть вот такие дела. И выкинули в том числе, значит, раньше в бюджете обязано было правительство доложить соотношение между прожиточным минимумом и между минимальным размером оплаты труда. Это хоть какая-то была вот такая цифирь, которая использовалась и для пропаганды, и для политического, так сказать, аргумента. Покажите, вы что достигли? Когда вы подтянете этот мрот до прожиточного минимума? Вот. Это тоже дело из ИНОИТ, значит, апеллируя на то, что это только цифры прогноза, они не точны, они, так сказать, и потом ежеквартально их рассчитывать оперативно можно только по правительствам, в законе, в системе аргументов наших, что прогноз должен перелезать в план, плавно организовывать, а за результаты отвечать, поэтому от этого уходит, прежде всего. А как правительство считает, мы знаем. Считает за гражданку в одну сторону, считает правительственным минимумом, так сказать, а в другую сторону. Поэтому, с этой точки зрения, сами перспективы, значит, проведения, что ли, законотворческой работы с точки зрения социальной политики и возможности борьбы для трудовых коллективов в этой думе, они пессимистично нами оценятся, да? Но это не значит, что не будем сопротивляться. Наша задача – это вот те небольшие силы, которые есть, координировать и как-то вместе строить. Ну, с Олегом Васильевичем мы договорились, он больше специализируется на экзоте, так сказать, мы здесь друг другу перепасовываем аргументы и доводы, и прочее, прочее. Я, так сказать, больше, конечно, и партийной работой занят, но то, что касается в думе, вот, пытаясь окучить левую часть КПРФ и Родины, там тоже есть, те, кого можно. Беда в том, что они плохо понимают вот эту задачу, именно организацию рабочего, профсоюзного движения и опору на них. К сожалению, им надо готовить. То есть, надеяться, что они сами за это возьмутся, аппарат к этому делу привлекут, не приходят. Значит, я прошу обращения на то, что регламент, я как первым, я председатель обещал, поэтому... Обещание следовало. Да, вопрос, у кого возник, докладчик, после всем докладу, будем задавать. Вот, значит, я являюсь координатором межрегионального объединения рабочих профсоюзов. Ну и помощником Олега Васильевича Шея. Теперь по делу, так сказать. Я с большим удовольствием выслушал вот выступление Виктора Аркадьевича. Он довольно подробно нарисовал тот механизм, который сейчас существует в Думе. И... Ну, мы это дело прогнозировали, естественно. И вот последние завершающие его слова, они, конечно, соответствуют действительности, что несмотря на то, что тяжело, что на сегодняшний день Единая Россия может решать, так сказать, сама и протаскивать все, что ей хочется, все-таки нужно работать. И вот в этом плане я, конечно, полностью согласен. Ну, была другая Дума, третьего созыва. Не было такого жесткого пресня. Но все равно они там были, эти люди, которые, ну, кровососущие паразиты, вот надстройка, которые проводили свою линию. И, в общем-то, я уже выступая здесь как-то акцентировал внимание на то, что в борьбе вот за ГЗО, которое действительно, вот Дмитрий сказал, тяжело, семь лет проходило, и довольно жестко, и так далее. Мы, потому что не было других вариантов, мы шли, шли во фракции, будь то КПРФ, СПС, ЛДПР и так далее. И когда руководители фракции говорили, да не, ну, сложно, мы через их сторонников и так далее все-таки организовывали эти встречи. Шейн там выступал, объяснял, доказывал. И, в общем-то, вот статистика говорит, что это было не зря. Так вот, ГЗО, ведь не набрал совсем немного. И битва за него была, конечно, очень жесткая. Нам предельно ясно одно, что на сегодняшний день все-таки работодатель не смог добиться вот главных задач реформы трудового законодательства. Так, чтобы работодатель мог творить произвол на предприятиях и проводить свою политику. Да, эти случаи имеют место, причем носят массовый характер. Потому что эти люди, они также работают по отработанной технологии. И вот если вы обратите внимание, ну, не один институт и на Западе, в Америке, в Европе работает над этим делом, отрабатывает методологию, исходя из опыта борьбы и так далее. И вот де-факто, конечно, идут сплошные нарушения. И работнику, человеку, который живет на одну зарплату, и он видит эту несправедливость, но одному ему не решить этих проблем, этих противоречий. И вот практика показывает, что только организованные, ну, как мы называем, вот свободные профсоюзы, причем структурированные с дисциплиной исполнительской и так далее, вот только здесь, в этих коллективах можно положительно, так сказать, вот противостоять этому административному произволу и добиваться через суды, конечно. Все это затяжное, требует много и сил, и времени, но других путей нет. И у нас есть статистика, в принципе, мы выигрываем суды по восстановлению активистов на работе. Вот. Ну, вот Олег Васильевич Шейн здесь недавно рассказывал о том, что по реформе ЖКХ мэр Астрахани принял решение там повысить, так сказать, цены. Судили. И суд, в общем-то, удовлетворил требования трудящихся. И сейчас идут перерасчеты, и они действительно идут в жизни, потому что этот процесс контролируется, ну, в счет следующих, так сказать, оплат и так далее. То есть можно добиваться. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это, так сказать, вторичное. Вот если исходить из теории, так сказать, то первичные стратегические цели, конечно, ну, они заключаются в том, чтобы сменить к чертой матери эту структуру властную, и только тогда можно будет решать те задачи, которые стоят перед народом. Ну, теперь хотелось бы вот о трудовом кодексе остановиться. Значит, я хотел бы вспомнить, что трудовой кодекс новый, он пробивался, проталкивался тем же вот Андрюше Исаевым, и же с ним, у них руки грязные, конечно. Как бульдозером пытались протащить там, где это можно, мы выхолощивали, конечно, редакцию, пытались все-таки сохранить или даже расширить права работника труда, и подчас это удавалось. Вот все-таки, ну, мы с вами помним, какая борьба шла за трудовой кодекс, и в этом огромная помощь была оказана фондом Рабочей Академии. У нас очень хорошие деловые контакты, практически все принципиальные вопросы мы поговорим, обсуждаем, находим решение, и, может быть, это громко сказано, но вот мне так кажется, мужики, что вот связь, симбиоз науки и практики, потому что все эти решения, они потом в практической жизни отрабатываются, и таким образом происходит обмен опытом, происходит, так сказать, прохождение школы борьбы, и эта борьба, она, конечно, дает свои результаты. Ну, вы помните, что инициатором в основном была защита труда, когда мы объединились в комитет и проводили два раза по всей стране единые действия, когда заставили этих волчар, которые говорили, вот Шмаков, у него многочисленные коллективы, а вы, ну, докеры, сколько вас там, полюдиспетчеры, железнодорожники, вы защита труда. И вот когда в результате совместных действий, начиная от Востока, в 10 часов пробудили гудки, когда люди остановились, перестали работать там, где можно было, они останавливались на несколько минут, там, где позволяла обстановка, не работали целый день, шли, так сказать, информационные блоки, это я сам слышал, и в электричестве, и авиаторы говорили пассажирам о том, что проводятся единые действия. Это накопление, оно, конечно, садится и под корку, и так далее, и люди при определенных условиях могут задуматься о том, что можно против произвола, против несправедливости бороться и выигрывать эти дела, можно защищать свое достойное рабочее место, можно защитить таким образом свою семью, и все. А если человек, ему, в его обстановке приходится, скажем, с одного предприятия перейти на другое, на третье, и он везде видит этот, извините меня, бардак, и все те же противоречия, то он убеждается, что таким образом сложно найти себе место под солнцем, и возникает вопрос и желание, потому что это инстинкт самосохранения и убеждения, что надо сплотиться, надо почувствовать руку товарища, и в конечном итоге в этом, в организации, так сказать, имеется большой смысл, и это объективный и, пожалуй, единственный путь, вот структурирование рабочего движения, структурирование профсоюзного движения. С нами работодатель будет разговаривать только в том случае, если он почувствует, что это сила, организованная причем, и тогда перед тем, как протащить какие-то мероприятия, которые идут за законом, он будет оглядываться, он будет прогнозировать, а как поступит трудовой коллектив и так далее. У нас есть, конечно, статистика, есть такая практика, и люди борются, но есть сложности, конечно. В основном вот профсоюзы, в том числе и защита труда, они создаются там, где идет социальная напряженка, где накал страстей достигает функционных, так сказать, высот и все. И понимая, что мы локально можем, только локально решить эти вопросы, мы решаем. Вот то, что Виктор Аркадьевич говорил, это действительно механизм работы Думы. Но есть и вторая сторона медали. Это запросы, это писа авторства по запросам, и здесь мы тоже активно пытаемся воздействовать. Вот он ребят из Думы называл, да, действительно, мы с ними тоже контактируем, потому что подчас приходится и объяснять специфику и так далее. Но эти люди подписывают, они идут с авторами, а запрос уже идет от группы депутатов. По трудовому кодексу, это, конечно, как красная тряпка, и решения мешают, безусловно, правительству и работодателям развернуться дальше, сдерживают их даже те законы, которые вот сейчас приняты, и тот же трудовой кодекс. Потому что, безусловно, когда его принимали, довольно напряженно шла работа, и они верстали, так сказать, на живую нитку. Есть белые пятна, есть узкие места, которые проанализировал, мы все-таки находим пути для того, чтобы решать наши задачи. И вот когда социальная напряженка на предприятии, мы, конечно, помогаем и так далее, с запросами, запросы эти идут массовым, так сказать, порядком, но в то же самое время мы пытаемся проанализировать и объяснить мужикам, а почему так пошло, понимаешь, а не иначе, а что нужно сделать прежде всего. И есть новые профсоюзные объединения, мы контактируем и с ПНБРовскими профсоюзами, вот в Ясногорск, вы здесь не однажды слышали, там Андрей месяц почти голодал в знак протеста. Ну, минимальные, это вообще-то мужественный очень процесс, и кто голодал, тот знает, во что это вливается, там и необратимые могут пойти в процессы. Так вот, ну, решили, пошла администрация навстречу, так сказать, начать переговоры по кол-договору и так далее. Мы с трудом его вытащили с этой голодокки, потому что, ну, мужик вошел, так сказать, вот уже в это состояние, и ему хотелось конкретно получить результаты. Но ведь нам важно, чтобы наши товарищи были работоспособны, чтобы могли, так сказать, вносить свои платы в наше общее дело. Сейчас, вот, после, ну, этого результата «Единой России» фракции, вот, и выборы президента Путина с определенными показателями власть вынуждена будет этой экономикой, этой политикой, как хотите, наступать на наши социальные права, гарантии. И поэтому мы, безусловно, должны быть готовы для того, чтобы ответить адекватно на эти действия. Ну, вот, по трудовому законодательству на днях правительство внесло свои предложения. И там они, ну, это уже традиционно, и мы понимаем классовый характер этих вещей. Вот. Но основные моменты я сейчас хотел бы здесь оговорить. Например, принуждение к труду без средств защиты. Ну, мы помним, вот, как, даже в советское время там мыла нет, еще чего-то нет. И мы выступали, и мы говорили, вы, что мужики, понимаете, положено, да, и сейчас. Вот статья 4 Трудового кодекса относится к принудительному труду труд без положенной спецодежды. Это правильно, это и моде есть, и так далее. Что предлагает правительство? Оно вносит поправку, что такой труд может быть запрещен лишь тогда, если возникает непосредственная угроза жизни и здоровья работника. А как практически доказать, что угроза эта была непосредственной, если производственной травмы не произошло, человек не погиб и так далее. Это вопрос. И, конечно, здесь по Трудовому кодексу там более ста замечаний сделали, и мы пытаемся как-то вот те моменты, где это можно, безусловно, заставить работать наших интересов. Или премии в виде, так сказать, кнута. Согласно статье 129 Трудового кодекса, премия четко входит в состав зарплаты. При этом поговорено, что запрещена дискриминация при выплате зарплаты. То есть, если премию выдают коллективу, то, ну, практически ее должен получить в равной мере за равный труд каждый работник. Мы же знаем, и в конвертах дают деньги. И по прийти начальнику, вот один нравится ему, а второй все время выступает. Поэтому, чтобы посеять и между работниками, так сказать, напряженность, вот, начальник пытается одному дать больше, чтобы он заглядывал в глаза другому меньше. И правительство предлагает исключить норму, по которой премия КСН Трудового Участия является частью зарплаты. Но мы знаем, что тариф и так составляет в стране не более 40% от фонда оплаты труда. Мы считаем, что надо как минимум 80% и так далее. А вот 40%, а 60% это разные премиальные поощрительные выплаты. В таком случае получается, что работодатель может платить двум рабочим за равный труд, при равной квалификации и так далее. Но одному одну зарплату, а второму в разы больше. Вот. И это будет, вот, если это предложение пройдет, вполне законно. И не придерешься к этому. Ну, статья 193 Трудового кодекса. Здесь выговор можно внести в течение месяца, с момента, когда был обнаружен проступок работника. Так было всегда. Теперь они предлагают дополнить. когда он, вот этот проступок, стал явным лицу, имеющему право наложения отзысканий. То есть они делегируют эти права директору. Понятно, конечно, что в этом случае может быть и подтасовка понять, и так далее. Люди начнут вспоминать то, что произошло там два года, три года назад, под тем предлогом, что директор узнал об этих событиях только что. И поэтому, значит, этот вопрос также надо в этом направлении работать. Сезонные работы. На сегодня есть четкий перечень сезонных работ. Мы знаем, что он утверждается правительством. Это сельскость работы, рыба, добыча, сплав леса, труд на овощеконсервных предприятиях, озеленение и так далее. Там в силу специфики с рабочими заключается срочный, ну, на полгода, скажем, трудовой договор. Такие работники, они во многом становятся зависимыми людьми. И опять здесь, если профсоюз есть, значит, там больше возможности, так сказать, почувствовать себя человеком, уважаемым и так далее. И кто же выдал сходу и счет регламента? Извините, ребята, кто может здесь сидит, пару минут, кто сидит, сейчас регламент нарушает. Можно. Есть. Пожалуйста. Значит, теперь предлагается, чтобы работодатель сам определял, какие работники являются сезонными, а какие нет. Понятно, что при таком подходе на срочные договора могут быть переведены операторы котельных установок и так далее. Вот зимний сезон есть, а дети и так далее. Есть наступление на права профсоюза. Сейчас администрация действует, может быть, формально и так далее, но обязаны ответить профсоюзу на письмо о нарушении коллективного договора, скажем, или неправильной там, начислили зарплаты в течение недели. Они предлагают месяц, за месяц много воды утечет, ситуация может поменяться, и поэтому это усложняет взаимодействие работодателей и профсоюза. Ну, еще вот серьезные направления такое попытка уничтожить права работников с особыми условиями труда. Это статья 116 и 118. Раньше эти особые условия труда представляли отдельную группу, наряду, например, с теми, кто занят в аваритных производствах. Теперь к группе с особым характером работы отнесены только те, кто трудится во вредных и опасных условиях, занят ненормированный рабочий день или работает на крайнем семье, там пока сохраняется в год. Правы могут лишиться в этой ситуации, если это пройдет. В связи плавсостав речного плота, морского плота, работники фрисков, летчики, дальнобойщики и часть работников аэронавигации. Ну и опять о колдоговорах. Вот это основное при этом трудовом городе и так далее и докеры нам это классически так сказать доказали, причем не один год уже, что забота о колдоговорах она должна быть особой. И этот момент нельзя упускать из работы профсоюзов, рабочих коллективов, потому что если колдоговоры записаны, то можно апеллировать всегда на это дело и это прецедент для того, чтобы решить в свою пользу судебные дела и положительно добиться решения локальных вопросов. Здесь тоже руководство, я имею ввиду надстройку, пытается лишить этого права. И вот особенно те профессии летчики, диспетчеры, ну и докеры тоже, это люди, которые сейчас используют довольно творчески и положительно вот эти моменты. поэтому на пол договора необходимо обратить особое внимание. Я прошу прощения. походу Талат Ильич профессор как философии культурологии Осново-Петербургского государственного университета Сумптана Российского Комитета рабочих и руководитель экспертную группу по социально-экономическому вопросу на фракции Родина и имел счастье познакомиться с этими замечательными законопроектами, которые подвигают вот те друзья, которых здесь откажут лица Ратач Тюнкин и уважаемые Илья Михайлов Петров. Надо сказать, что сейчас эти законопроекты посыпались как и изробные забилии, то есть видимо чувствуется, что власть до этого момента, когда было создано прочное единство правительства президента и Государственной Думы обеспечено публиком состоит в том, чтобы в 7 годах какие есть забрать и превратить деньги отнять и забрать сначала бюджет, а потом и откуда как-то из этого утекает. Я так бы сказать, что поскольку планируется еще заклад протеста Золотова Александра Владимировича более широкие черты поручены мне, значит я скажу только об одной затеи связанные с единым социальным уроком. Эта затея интересна по многим причинам. Давайте вспомним ее начало. У нас были разные налоги. По одним налогам формировался пенсионный фонд, по другим фонд обязательного медицинского страхования, по другим содержание лудерей, к обеспечению решения вопросов инвалидности способностей и так далее. Значит вот вы помните что как раз тот же период, когда была компания по принятию нового трудового кожица. Вдруг упрекая эту компанию правительство затеяло введение единого социального налога. И в той доме, которая была как говорят лучше, чем эта, продавила этот самый единый социальный налог. Надо сказать, что тогда НПР развернула очень широкую компанию протестов против введения единого социального налога, потому что это введение единого налога на самом деле не сводилось к тому, чтобы сложить просто все эти налоги в один и для упрощения процесса сразу их передавать. Нет, сложить и отчекрыжи. Вот в чем была затея. Если просто отчекрыжи, то это всем видно, что урезаются расходы или источники расхода государства на обеспечение нормальных условий жизни, здоровья, трудящихся. А если сложить и одновременно отчекрыжи, то основное масса не заметили. Действительно, очень многие не заметили, но вот НПР заметили, и очень много по этому поводу сумела, кричала, грозила. Правда, эти угрозы ни во что не переросли. И я думаю, что этот шум был связан с тем, что она полностью отдала наводку правительству проведения трудового кодекса, то есть сдавала интересы трудящихся по той линии, которая касается трудовых прав, но вот по этой линии она выставляла себя защитником интересов трудящихся. Сейчас наступила вторая волна. Пришли новые люди, новые дума, и они решили, что настала пора еще резануть единый социальный народ. Причем прошлое врезание привело к тому, что курорты у нас превратились из средств отдравления трудящихся, ну, своего рода средств обогащения. Для средств обогащения там, где их превратились коммерческие организации, а в другом случае, вот если вы уже потеряли способность нормально трудиться и уже прошли необратимый процесс, у вас инсульт, инфаркт или травма производственная, или пробозаболевание неизлечимое, вот тогда вы можете рассчитывать на льготную бутерку. Больше ни на что, ни копейки денег нет. И вот на фоне этого, на фоне того, что укреплять здоровье уже не собирается государство трудящихся, и на фоне того, что у нас ежегодно превышение смертности надрождаемости 800 тысяч человек, и ежегодно у нас сокращается население на 800 тысяч человек, на этом фоне наши новые хозяева жизни решили, что пора начать новое в этом смысле движение и еще резонуть единый социальный налог. И прежде всего, те расходы, которые идут на оплату больничных местов, ну, там о природах нечего говорить, там, говорят, что и так все уже добито, еще будет сокращено, и сократить те отчисления, которые идут на формирование пенсионного фонда. Причем, как бы обиженно и как бы критично, выступает министр финансов, сочетую, господин, и говорит, что вот, мы должны вообще предупредить, что не надо уж так требовать такого большого снижения, мы и так уже не имеем достаточных средств за счет единого социального налога для обеспечения пенсионных отчислений. Уже не можем формировать пенсии, тем более мы не можем обеспечить индексацию пенсии. Нам приходится делать это из бюджета, но, судя по тем поправкам, которые сейчас вносятся, вообще пересаживается весь пенсионный фонд в бюджет, чтобы решить, как я понимаю, две задачи. Первую задачу, это чтобы трудно было, так сказать, его наращивать, потому что из бюджета могут дать, могут не дать, там много статей, может быть борьба между статьями, и действительно есть разные служилые люди, которые нужно обеспечить, и как же вам не жалко вот этих людей, которые столько времени служили на это государство, вот они обеспечены, и, конечно, уважаем рабочих и крестьян, но ведь, посмотрите, просто можно рядом посмотреть, кому надо в первую очередь обеспечить, и так далее. Тем более, что мы знаем, что у нас два пенсионных закона, для тех, кто является служащим известной категории, и 75% от заработной платы, а остальным, ну, что Бог потерпит. Значит, вот что это происходит на данный момент, причем, затеи тут очень много, раз это будет из бюджета, то каждый раз и придется доплачивать из бюджета, потому что Единый социальный налог не будет точно обеспечить пенсионные наши затраты, то каждый раз государство будет подарок делать гражданам, с помощью которых собрали в бюджет эти все деньги. И поскольку оно делает подарок, то за кого должны голосовать граждане, спрашиваться. Наверное, за тех, кто получил такие, кто предоставил такие пригоды, кто позаботился о ветеранах, пенсионерах, а это главный наш векторат. Второе, вторая задумка, которая есть, вот сейчас интенсивно обсуждают работодатели, хорошо это или плохо, снижение единого социального логи, очень многие работодатели начинают скрипеть уже, потому что значит, наша дорогая власть в своем разе, так сказать, видимо, иди в Россию фракция решила так всерьез съедать, что уже некоторые ровчие работодатели, потому что ворди наверху затеяли следующее, давайте, раз у нас не хватать будет теперь при новом снижении, которое уже прошло в первом чтении, уже прошло в первом чтении, уже законопроект, как сказать, уже движется, финишу, поскольку точно уже не будет хватать на оплату больничных листов, давайте сделаем так, первые три дня больничного за счет работодателей, остальные уже за счет соц. страны, это очень хорошая затея, я думаю, что правильно рассчитали там деятели наверху, что работодатели позаботятся о том, что люди не болеют, хотите, не берите больничные, хотите, увольняйтесь, одним словом, чтобы были вы все здоровы, если вы не здоровы, найдем здорового, вот буквально вчера в газете ведомости между собой так сказать, гутарит работодатель, что это нехорошо, нехорошо это, то есть кому-то придется это делать, кому-то не хочется это делать, вообще работодатель не хочет на себя это брать, зачем, говорит, нам это вот тогда государственная власть, это же совокупный капиталист, пусть он это все не делает, а что мы-то будем отвечать за то, что человек заболел, он у вас просыпался, у нас заболел, я должен платить, то есть, короче говоря, вот затея, которая идет, какой вывод мы должны сделать, я думаю, мы должны подумать и, конечно, прежде всего сделать для себя два вывода, первое, мы должны продолжать выдвигать альтернативную законопроект, потому что, если мы не выдвигаем альтернативную, наглость это не видна, то есть, наглость это и хамство, в котором сейчас проводится очередное ухудшение положения работников, и не просто работников, и уже пенсионеров, и других жителей, и гражданинвалидов, ветеранов, она видна только на фоне вот тех законопроектов, которые будут вноситься и которые, на самом деле, вытекают из того, что нужно было бы сделать в стране, где есть культурный буржуазей, я там не говорю ни о чем другом, но просто скажем, ну культурный буржуар понимает, что если он хочет иметь высокую прибыль, он должен иметь нормальных, здоровых работников, достаточно много, и чтобы их количество не сокращалось, и чтобы можно иметь большую прибавочную стоимость, конкурировать с иностранными державами. Так, другими словами, что если человек хочет в садни, хочет скакать, быстро на коне, он должен его кормить овцом, если он кормит его гнилой соломой, то лошадь упадет, причем во время гонки, на скаку, и шею сломает, то не лошадь, а шею сломает в садни. Но это вот может понять, культурный, по крайней мере, капиталист. Ему можно растолковать, что вот если вы повышаете зарплату, то это стимулирует производительность труда. Если вы повышаете производительность труда быстрее, чем растет зарплата, на основе того, что вы внедряете новую технику, достижение науки в производство, то у вас доля зарплаты, себестоимость продукции снижается, и прибыль растет. Но если вы ничего не делаете, тогда у вас перетягивание каната или рабочим, или буржуазии, или работодателю, или работникам. Ну так вы посмотрите на это в динамике. К сожалению, наши буржуазии, в отличие от того, что было после феодализма, вышло не из изобретателей, не из организаторов производства, из жоликов, проходимцев, из номерклатурщиков, да, из партийных работников, которые просто выделяли тот класс, которому они вроде бы присягали. То есть это всякого рода шантрафа. И эта шантрафа собралась в государственный аппарат, сбилась там в кучу, в стаю, и она пытается изображать из себя государственных деятелей. Причем, сидят там всякие дворечники, я уже говорил, что тот же самый Грек, это аспирант, который не защитил кандидатскую речевую акцию по окончании аспирантуры и стал министром экономического развития и торговли. Потом всякий грамотный человек понимает, что экономическое развитие включает в себя торговлю, потому что есть производство, есть обмен, есть потребительское и предприятие. И значит, обмен это и есть торговля. А нет. А еще торговлю. Плюс. Вот к тому, что в экономическом развитии. То есть эти самые торгаши, которые, говорят, все идем на рынок, то есть бросаем производство, ими не занимаемся, они пришли наверх и пытаются вот таким образом управлять. что мы видим? Значит, мы видим на сегодняшний день полное предательство по НПР. Полное предательство. Вот сейчас такое наступление. Есть крупнейшая, можно сказать, по масштабу организация Федерации Независимых Процессов России. Мы тут многократно на заседании Российского комитета рабочего говорили, что надо с ними работать, надо находить контакты, то и все. Но вот на сегодняшний день мы наблюдаем. Мы подлые предательства всей Верховки и полное молчание с стороны СНБ. Полное молчание. Вот важно социальный налог. Вы по нему кричали. На всю страну шумеет, газета, были решения Конгресса, так сказать, предунионов. И все было. Почему сейчас такое молчание? А ведь Гриша Висович, кто-то толкал этот поганый кодекс. Гриша Андрюша. Андрюша, да, извините. Андрюша, да. Ласково его называют Виктором Михайловичем. Хотя он, конечно, подлез, отъявленный. И этот самый Исаев, он же вошел в руководство партии Единой России. Вот вам картинка. Значит, секретарь МНПФ, секретарь Росоюза, работников, как бы, как бы, работник, ходит руководящий орган партии работодателей. Ну, вот вам этот, он и есть приводной ремень, вот эти партии работодателей масса, которые эти работодатели грабят, добирают. Вот, которые мы наблюдаем. Если они это организовали, им просто терпит, организовали, обеспечили и дальше обслуживают, я думаю, что они умерли, как профессиональный союз, и как организация профессионального союза. то есть там где-то на низах еще какие-то живые, может быть, элементы или организации есть, но в целом НПР, как институт, умер, и поэтому надежда одна может быть только на организацию рабочих профсоюзов, которые постепенно идут, расширяются, надо быть, быстрее. Это первый вывод, который мы должны сделать. Второй вывод, что раньше можно было надеяться на то, что в политических договорах можно все вопросы решить. Вот нам докеры демонстрируют, ну все можно прописать, там от того, сколько ты получишь на Новый год, чтобы подарки ребенку, до медицинских условий, там отпуск и прочее. Теперь все это зацентрализовали и принимаются законы, которым выбивается все то, что можно было сделать в политических просто выбивается. Скажем, не делай, социальный налог, он будет направлен как бы непосредственно к работодателю, не к работникам. И те, так сказать, вроде как нам будут объяснять на переговорах, вот видите, я ничего не могу сделать. Вы видите, какие законы? Мы воюйте с законом, я тут при чем. Он ни при чем получается. Это во-первых. Во-вторых, кодекс изменил саму ситуацию. Если раньше в профсоюзе могли вести коррективный спор, то теперь вообще коррективный вести не может. Его может вести только как бы коллектив. То есть, если у вас есть, хорошо, большинство профсоюзной организации состоит членов коллектива, вы проведете конференцию трудового коллектива. Но вообще-то конференцию трудового коллектива легче собрать работодателю, чем собрать профсоюз. И коллективные переговоры, опять-таки, если есть большинство, вроде как вы можете сесть и вести как представитель. А если у вас нет большинства, то вы сначала договорите, что вы представитель, пусть конференция вас пополномочит, а конференция вам скажет, за воротами собирайте конференцию трудового коллектива, или вы метаетесь отсюда с этой территории, то есть ситуация очень тут усложнилась, и отсюда вывод, что конечно, если раньше вы могли сказать, что можно экономическими средствами многое очень решить, и оказывается, что хотим мы не хотим, нас толкает к тому, чтобы шире использовать те самые политические средства, которые предусмотрены в Конституции, которые вот нам сегодня с утра разрешил товарищ Грызлов. Но оказывается, можно все-таки не в детских садов, не в парках проводить митинги, а можно проводить, оказывается, все-таки у здания администрации. А мы думали, что эти будут отнимать, а идти надо, значит, вот, наверное, в Союзу Чемелее или еще куда-то. Ужайте идти, о чем разговор? То есть это говорит о том, что люди вообще потеряли вообще всякое чувство реальности, в том числе посмешищем являются для всего мира, потому что всем, наверное, понятно, что если люди проводят митинги, то еще обратиться к власти, а не для того, чтобы власти. Или, можно сказать, впоследствии они почувствуют и другие. Но придут люди не туда, где Смольный, в этот угол, а придут, где Дворцовая площадь. И туда им придется идти, вылезти из машины и прийти туда, чтобы говорить с людьми. Еще неизвестно, что этого хорошего будет для власти. Если пойдут люди все-таки не в детских садов, а в Дворцовую площадь. И еще куда-нибудь есть такие места. Но я думаю, что и нам надо сделать из этого вывод. У нас в практике заседания Российского комитета рабочих было принятие решений, которые направлены на организацию массовых акций, единых акций в масштабах всей страны. Я напомню, в том числе в интересах работодателей и работников одновременно. Я напомню, что в свое время по предложению Российского комитета рабочих была существовала приостановка производства с включением 20 гудков и гудков техники, сигналов техники, для снижения налога на добавленную стоимость. Но только в форме спецналога. Помните, был 3%. 20, здесь еще 3. Значит, после первого нашего действия, хотя до этого, кто только не писал, что уберите этот налог, он совсем не нужен, мешает нашей экономике. Потому что в экономике прибыль 10-15%, а налог получается 23. Значит, это постоянный рост цен, инфляция, включенная инфляция, которая привела, заканчивается. Ну вот, потом, после первого раза на 15%, на 1,5% сократили спецналог. После второй нашей акции, еще на 1,5%. Вспомним акцию с установкой производства и, между прочим, голодок и авиадиспетчер во время принятия трудового кодекса и митинги около Государственной Думы. Я думаю, что нам, как Российскому комитету рабочих, как органу, который не носит никакого политического непосредственно и партийного характера, то есть, который включает представителей всех, кто достаточно активно действует и кто решил и дальше активно действовать в защите интересов следящихся, и никто не будет обижаться, почему мой профсоюз, а не другой профсоюз призвал. Ах, это тот профсоюз призвал, а я в него не ухожу, так я не буду. Или эта партия сказала, что давайте пойдем, а я эту партию не уважаю, я не пойду. Вот поскольку мы этого лишены, слава Богу, вот таких вот характеристик, я думаю, что мы являемся таким органом, который может призвать к единым действиям масштаба всей страны, если он правильно рассчитал момент и правильно рассчитал настроение. Вот сейчас момент такой, что просто некому больше не призвать, во-первых, это раз. А во-вторых, момент такой, когда, если вот в этот период, от момента нашего заседания до момента массовой акции, правительство будет дальше предпринимать эти действия, они будут собирать людей на эти самые митинги, на эти массовые проекты. Вот всеми своими отрицательными действиями прямо собираться. Только для этого нам нужно хорошо объявить, где и когда собираться. Вот что я хотел бы внести в качестве общего предложения. Я думаю, что мы будем готовить проект решения, пообсуждать, можем это предложение более столетия. Вопросы очень серьезные, надо запоминать, записывать то, что люди говорят. Слово предоставляется Золотову Александру Владимировичу. Представьтесь, пожалуйста. Золотову Александру Владимировичу, заведующий кайфер-экономической теории Нижегородского государственного университета имени Лобочневства, консультант научного российского комитета рабочих и член экспертного совета по социальным вопросам фракции Родина, государственная дуга, так же, как и профессор Попробов. Я бы хотел отметить, или отметить на выступление, что поначалу, для меня Алексеевна Владимировна, которая здесь выступала. Она в то время упорно называла те мероприятия, в которых участвуют, для которых организуют школы и семинары. И вот по инерции назвала и заседание российского комитета рабочих тоже таким же названием. Я хочу сказать, что, конечно, российский комитет рабочих способствует и обучению, и, так сказать, осмыслению происходящего, но он никогда не сводился к школе и семинару, потому что школа и семинар, если прятать, вы сложите суть происходящего, я в этом месте, где люди собираются, так сказать, очень часто болтают, и расстроятся, довольно терпко, за ручь выговорятся. Характер работы нашего органа совершенно другой. И я поступал, подчеркиваю, потому что там я хрустился за эти действия, что здесь не просто школа и не просто семинар, а здесь собираются рабочие организации, которые, если что-то решили, конечно, в таком рекомендательном порядке, тем не менее, они это выполняют и оказывают политическое влияние на принятие решений для всей страны. И в этом отличие российского комитета рабочих от любых школ и семинаров, издаемых, проводимых Влад и тем, кто вместе с ним. Но единственное, что, к сожалению, она настолько занятая, что пошла в очередной школ и семинары, но в нашей работе уже не принимали ничего. Я бы хотел, по повестке дня непосредственно, продолжая выступление товарища Кюркина и Петрова и Папова, конкретизировать эту картину, картину изменения в области социально-трудового законодательства, которое происходит, проходит и существует после завершения выборов. И здесь я хочу, по просьбе Олега Васильевича Шлейна, использовать те материалы, которые мне прислал, с которыми просил ознакомить участников российского комитета рабочих. Значит, Олег Васильевич оценивает происходящую ситуацию, я думаю, что мы имеем полное основание согласиться. Сравнивая ее с 1992 годом, когда был первый этап резкого изменения основ жизненного общества, и вот теперь, после определенного прощения нынешней власти, наступил второй этап, когда стремятся окончательно ликвидировать все то, что завоевывалось годами войку и труда в прежний период в области социально-трудовых отношений. И действительно, Виктор Акадьевич Круглиева сказал, что предпринимается наступление по всему фронту. То, что я сейчас скажу, из приспособного материала Олег Васильевич Шейна, демонстрирует, что действительно замыслы у нынешней власти все охватывающие. Вот уже говорилось о том, что СССР-ми наук сокращается на 10%, Единый СССР-ми наук ставки его до 26%. Тем самым, естественно, материальные основы для развития сферы образования, здравоохранения, для защиты охраны, здоровья трудящихся подрываются. Ну, делается это под благовидным предлогами разогрева экономики, что если меньше социальный налог, больше прибыль, больше прибыль, значит, больше аппетита капиталистов, которые будут расширять производство. Но мы знаем, что практика этого десятилетия доказала, что происходит не расширение производства, а происходит перекачка средств на счета зарубежных банков, и для России увеличение прибыли. Ничего позитивного, какой из нас не дает, в силу того, в силу происхождения нынешней буржу России, которая не культурная, а как раз самая дикая, варварская. Поэтому ничего хорошего в плане сокращения налога, единого социального налога для трудящихся, ничего хорошего дать не приходится. Как конкретно дальше представляется, так сказать, нынешними правами, и нынешним правительством, изменения в сфере социального трудового по законодательству? Поверьте. Но, прежде всего, сокращается отчисление, пенсионных фондов, 28% от фонда зарубежных платок до 20%. В связи с этим, выполненность из Урала сказала о том, что, видимо, придется увеличить верхнюю границу, повышать трудоспособного возраста, потому что такое сокращение не может, не привести к тому, что пенсия больше будет нечего. Его отдернули, но тогда власть решила действовать более замаскированными путями, достигая той же цели сокращения пенсионных расходов. Прежде всего, предполагается ликвидация пенсионных накоплений тех, кто родился с 1952 по 1967 год. Люди, которые попадают в этот возрастной интервал, они уже перечисляли, между прочим, накопительные счета, ну и что давало некоторую иллюзию того, что они накопят и пенсия повысят. И вот, все эти накопления, так или иначе, будут экспроприированы. То есть, им рассчитывать на накопительную часть, людям, возрастного интервала, даже и нечего. Даже на накопительную часть нечего. Говорю, а на все остальные. То есть, накопительная система будет действовать для тех, кто родился позже 1967 года. Из этого следует, что выплаты из накопительной части будут осуществляться не ранее 2022 года. Ну, а вы сами понимаете, до этого времени еще столько тут всего произойдет. Так пойдет, так вот. Как сейчас идет. Совершенно верно. То есть, это, так сказать, мера, конечно, даряет интерес на подъемщики. Значит, далее. Ну, поскольку идея о том, чтобы повысить верхнюю границу правоспособного возраста, он не проходит в силу того, что это вот совсем просто никуда не годится, придумай другой ход, идущий к той же цели. Пенсия теперь будет зависеть от возраста, выхода на пенсию. Если выход будет в сроке в соответствии с законом с 55 лет для женщин и 67 мужчин, то тогда она будет иметь один размер, маленький, совсем маленький. Если выход будет на пенсию в 65-70 лет, ну, 65 лет, женщина, 70-70, мужчина, то пенсия будет, это маленькая вещь, в полтора-два раза. Она все равно, конечно, будет маленькая, но все равно, так сказать, заинтересовывает трудящих, чтобы они вот работали и падали. И падали. Пенсия у меня хорошая, только очень маленькая. Да. И не получится вы ее. И не получится. Потому что, естественно, конечно, планируется одновременно, вот не особенно, что, вот, великовозрастные люди рассчитывали, что за все на большие доходы, что пенсия для работающих, пенсионеров, все-таки тихая и бесшумная, будет отменена в перспективе. Так что это, тоже, конечно же, предусматривается. Значит, что касается обязательного медицинского страхования, само собой, что сокращается ставка отчисления фонда обязательного медицинского страхования с 3,6% до 2,8% отхода заработной платы. Но что еще существенно, можно даже существенно, что существенно, что не существенно, что если раньше федеральный фонд обязательного медицинского страхования перечислялся на целые 2,1%, а 3,4% оставались на территории, то теперь меняется пропорция распределения этих отчислений между федеральными и территориальными фондами обязательного медицинского страхования. Федерация теперь забирает 0,9%, то есть повысилась 4 раза до территориальные фонды, их поступление ограничивается 1,9%. Кроме того, предусматривается, что если планы финансирования здравоохранения не будут дополняться местными фондами, то тогда из федерального фонды обязательного медицинского страхования и из федерального бюджета финансироваться территории не будут. Что это означает? Это означает, что бедные инвестиционные территории сейчас вот совсем огородный паек, совсем никакой поддержки в плане здравоохранения получать не будут от федеральных органов власти. Ну и предусматривается, что оплата больниц будет всех расходов осуществляться только за счет привлеченных пациентов. То есть никакие содержания зданий, персонала и так далее за счет каких-то средств, минуя фонды медицинского страхования, эта оплата осуществляться не будет. Значит, если нет пациентов или мало пациентов в данной больнице, то это ведет к естественным сокращению медицинского персонала и к ликвидации данного медицинского учреждения. То есть это слегка очень спрогнозируем. Значит, что касается социального страхования, здесь я бы говорилось о том, что и ставка меняется, и меняется порядок оплаты времени и неправоспособности. Зарплату бюджетников еще одно выступление на трава трудящих. С 2005 года планируется повысить на 50%, но это реведенные действия, потому что после этого федеральные власти перекладывают ответственность за восстановление и выплату зарплаты медикам, учителям на региональные власти, что, естественно, придет к тому, что в разных регионах уровень зарплаты будет существенно разниться, и в принципе равная плата заработать труд, мы не будем и сфередаться не будем. Но также предусматривается комплексная отмена льгот участникам войны, ветеранам труда и инвалидам по проезду в общественном транспорте, оплате лекарств и телефонных условий. Планируется, что взамен предоставляется надбавка пенсии в размере 550 рублей, 950 рублей, но все прекрасно понимают, что эта надбавка разная, и она никак не будет, конечно, привязана к тому, что будет происходить рост в тарифах и цен и так далее и так далее. То есть понятно, что по сути это тоже ограбление наименее обеспеченной и наиболее обеспеченной части нашего общества. Правда, предусматривается, что вот эта отмена льгот планируется с 2005 года, а до 2006 года будут льготы по жилью. Но, естественно, с 1 января 2006 года тоже предусматриваются эти льготы в данном категории граждан будут отменены. Ну, приход уже КХ правительства в Рянче она тоже не воене слуху, и напомню, что она предусматривает вычление ботельщиков как и сприватизировано, так и не сприватизировано. Превращение общежитий в доходные дома, где плата устанавливается не исходя из качества услуг и их объема, а что называется подговоренность с самого названия доходный дом говорит о цели этого учреждения. Ну, таким образом, действительно, мы видим, что идет наступление по всему фронту, я думаю, что мысль, которую я здесь получал, о том, что силами отдельных организаций и силами средств только экономической борьбы трудно предустоять такому разверну по наступлению на права и интересы трудящихся. И сам характер этих действий вообще, говоря, служит отталкивает к сплочению разных сил, прежде всего, профсоюза и всех, затронут в пункте этой реформе. А мы видим, что затронут практически все строения населения, поэтому можно не сомневаться, что призыв российского комитета рабочих к единому организованному действию будет услышан многими. в порядке предварительно поработка этого вопроса сообщил, что в такой акции склонно принять участие и федеральные по-союзу, на вид диспетчеров, и ветеранские организации, и еще ряд организаций. Так что я думаю, что постановка вопроса о том, что российский комитет рабочий призвал действовать для того, чтобы действовать в том числе эксперимент, для того, чтобы приостановить осуществляемые планы, попробовать на волне массово организованных действий добиться какого-то улучшения в порядке конкурс наступления, постановка действует вообще своевременно и опал. Спасибо. Так, вопросы докладчиков пожалуйста. Зульков Крудовой Нижний Новгород. У меня вопрос к докладчику Петрову относительно тех изменений, которые планируется вести в трудовом позиции по заключению коллективного договора. Здесь как раз было затронуто, но поскольку недостаток было времени, мне бы хотелось немножко подробнее услышать. Что именно хотят что-то обрезать, урезать, какие наступления достаточно права именно в заключении коллективного договора? Значит, по вопросу урезания права, возможностей плодовых коллективов, я хочу сказать следующее, что, во-первых, все мы знаем, что для участия в переговорах по колл-договору выступает та организация, которая имеет в своем, так сказать, в своей структуре большую часть коллектива. Это раз. И есть возможности, безусловно, для работодателя по созданию и желтых профсоюзов. И оперативно подобрать, а мы знаем, как это на предприятиях делается, и провести, скажем, совет трудового коллектива, где настоящим работникам, тем, кто отстаивает права трудящихся. Ну, будут вырезаться, так сказать, возможности отстаивания, возможности выступления и так далее. Вот. Поэтому идет полное, так сказать, наступление на права трудящихся. И эта опасность есть. поэтому я и говорю о том, что нужно акцентировать, аккумулировать работу вот на все-таки формирование выработки решений по договорам, которые не только сокращают права рабочих, но наоборот в определенных условиях и расширяют эти права. Здесь возможны ссылки на материалы мод. Здесь необходимо базироваться на том опыте, который мы получаем в результате борьбы, так сказать, в этих условиях. и конечно нельзя допустить, чтобы проведение этих договоров оно выхолачивалось, так сказать, работодателями и необходимо оговаривать все сферы деятельности коллектива. И вот я ссылался здесь на опыт наших докеров в Санкт-Петербурге, которые довольно успешно хотя и затягнут порядки, но отстаивают колдоба, понимая, что это один из основных, так сказать, основополагающих документов, которые дают право на проведение определенной линии защиты прав трудящих. Простите, можно вопрос уточнить? Меня вот интересовал уточнить. Дело в том, что меня интересуют те изменения, которые пытаются внести, так сказать, со стороны правительства или, допустим, Единой России, вот именно ухудшение положения трудящих заключений коллективного добра. То есть в настоящий момент какой-то законопроект или поправка какая-то разработает, допустим, она уже где-то гуляет по залам государственной добы или пока еще нет ничего. Суяков, здесь пачка материалов, но запросите, вам что им перешло. Зачем вам прощать? Нет, нет. Есть. Вы, так сказать, не отварите дверь. Понятно. вопрос отслеживается. Я здесь докладчика услышу. дойдет буквально поправки законопроекта и т.д. который улучшает права трудящихся. Наверное, у Шелина, я думаю, есть такие уже наработки, по которым нам надо работать. Еще вопросы? Нет вопросов. Все всем ясно. Переходим премьем по этому вопросу. Пожалуйста, кто первый? По рекламенту 7 минут. Дадим 10 первому. Кудрявцев Владимир Михайлович, регулировщик завода рекламных городских. Значит, вообще информацию получили мне сегодня отдачу очень интересно. Я бы хотел тут товарища Петрова немножко поправить. Важно, не знаю, может, это оговорка, но я считаю, что это принципиально не важно. Первое, быть готовым к адекватному ответу. Здесь уже от Михаила Васильевича подучало, и опыт работы, деятельности Российского комитета работников показывает. Отвечать бессмысленно. Когда, извините, кровь течет из носа, кулаками махать трудно. Значит, надо, мы всегда занимали позиции наступательную с тем же трудовым кодексом. И вот, к сожалению, депутатов государственной думы, пока вот здесь вот, о первом внесении, мы не приняли решение с полицанием депутатов рабочих, они так и не внесли наш проект, внесли только тогда, когда российский дед рабочих, их очень серьезно протекнул через газету. Вот. Сейчас, к счастью, к счастью, значит, депутаты уже поняли, что если вносится проект в первую, то он выступает против нашего проекта, против нашего проекта. То есть, позиция выигрышная. И так во всем остальном. Значит, я считаю, что вот эти поправки, которые, значит, депутатом Шейна и его, Виктором Аркадьевичем присутствующим здесь, значит, предлагаются в коллективный, в трудовой кодекс, их надо обязательно поддержать. Значит, ну а вывод, на мой взгляд, из информации, которую мы сейчас получили, главный состоит в том, что настало время, когда буржуазия почувствовала, вернее, не просто почувствовала, она реально взяла власть, она ее сконцентрировала в своих руках. Другое дело, что с моей точки зрения они достаточно безграмотно пользуются этой властью, но они пользуются. И сегодня они заставляют нас экономической борьбы. Если до сих пор основной упор в деятельности профсоюза при заключении коллективных договоров и так далее, это была экономическая борьба, то сейчас надо выходить на политическую борьбу. Вот сейчас профсоюзы подводят к тому, чтобы начинать действовать политические методы. И вот разлучавшие здесь предложения о том, что надо делать неделю единых действий как раз с политическими требованиями, я считаю, что нам надо поддержать и обязательно реализовать. Так, значит, кроме этих действий, вот сейчас на всех предприятиях по-разному, у нас в заводе «Электромаш» прошел год после принятия коллективного договора. Значит, вот 9 апреля будет конференция по подведению итогов выполнения коллективного договора в 2003 году. То есть подготовлен взгляд вопросов по выполнению коллективного договора, или нет, по невыполнению коллективного договора. Так, и мало того, значит, профсоюзный комитет после определенной работы все-таки принял решение выйти с предложениями по изменению коллективного договора. Значит, одна из форм поддержки вот инициативы наших депутатов об изменении Трудового кодекса и по другим законодательным актам это их реализация в коллективных договорах. Вот коллективный договор, значит, вот сказал, дает право. Коллективный договор дает возможность прежде всего. То есть коллективным формируя коллективный договор в своих интересах, мы формируем для себя возможности к действию. Вот это очень важно. Не просто право, а возможности мы формируем. Право у нас есть. Вроде конституционно выкреплено. А возможности мы делаем как раз своим коллективным договором. А если мы элементы, вот эти поправки, которые вводятся, предлагаются для введения в Трудовой кодекс, реализуем в своих коллективных договорах, то у депутатов будет совершенно реальная опора. Они могут говорить, ребята в стране это уже реализовано. В чем дело, почему он будет на законодательном уровне реализовать. это тоже форма поддержки я считаю очень серьезная. Я не знаю, Виктор Аркадьевич может меня проверить, но я считаю, что это очень серьезно. Значит, многие последние. Значит, в редакционную комиссию меня здесь избрали в редакционную комиссию. Значит, ваши предложения, соображения по документам по решениям прошу мне. Все, спасибо. Каритников Виктор Васильевич, морской торговый порт Санкт-Петербург, первый контейнерный терминал. Я так по бумажке памяти не знаю. Ну, по поводу трудового кодекса. Во-первых, насколько я помню, первый трудовой кодекс, я еще помню, в 1994 разработался фонд рабочей академии Михаил Васильевич, помните? У меня где-то если поискать, даже есть его печатный вариант. То, что мы сейчас имеем, это благодаря, извиняйте, Виктору Аркадьевичу Михайловичу, благодаря нашей думе и Владимиру Владимировичу, трудовой кодекс, с которым мы сейчас не совсем успешно, но пытаемся бороться. То, чего у нас сейчас происходит. Я немножечко сначала отступлю по тем вопросам, которые выступали, а потом конкретно переговоры. Ну, то, что наш... Потом? Хорошо. По поводу нашего трудового кодекса. Там, по-моему, должна остаться одна стакена, право на труд. Остальное за нам. По поводу ФНПР. ФНПР, по-моему, давно уже пора похоронить, потому что более гадской организации в последнее время я не видел. Во главе со союзом. Вот. Дальше. Поддержка профсоюзов. Вот это очень важно. Ребят, мы собираемся, там, то еще, 5-й, 10-й. Когда в свое время, значит, диспетчера, авиадиспетчера объявили за постовку, нам ничего не стоило пять минут постоять и посигналить в гудок. Никто тебя за пять минут переходит. Нет. Отписангует никаких. Встал, нажал на сигнал, или кто там у станка решил, просто остановил машину. Я гуляю. Все знают, откуда это перевелся. Когда я в порту становлюсь и давленый гудок, и весь район гудит, это понятно, оттуда многих раз. Это поддержка. Вот. По поводу опять коллективных договоров, то, что мы имеем. Вот, ребята, мы привезли это вот проекты, возьмите, почитайте. Возможно, мы имеем сейчас на данном этапе, сейчас, более-менее, достаточно мощный коллективный договор. Он не одним годом выстрадан. Конечно, естественно, основной его текст был в 94-м, 93-м, да, тем не менее, пытаемся. Вот. И вот все вот эти вот вещи, которые, вы понимаете, вот, нет обмена информацией между профсоюзами. Что-то где-то фоникой, какой-то, что-то, где-то, рекону почта есть у всех, прислали, посмотрели, там что-то. Где-то у кого-то появилось что-то новое. Вот. Потому что сейчас вот эта вот профсоюзная наша трудовая, собственно, ну, я не знаю, как назвать, борьба, она приобретает другое немножко значение, потому что нас сейчас хотят просто похоронить как класс рабочий, просто похоронить и сделать для нас работу. Платить не надо, дайте, вот, поесть и достаточно. А профсоюзы хотят превратить в то, как было в свое время анекдот, вот, повеситься, профсоюзы легким и молотатом. Вот. Поэтому у нас вот сейчас вот не так много профсоюзов, тех, которые, да, я горжусь, у нас профсоюз докеров, я горжусь, у нас профсоюз диспетчеров, авиадиспетчеров, у нас такой, тем не менее, это, наш твой профсоюз моряков. Вот. И вот это вот взаимодействие должно быть. Должно быть и мы его должны поддерживать. И естественно, естественно, именно этими профсоюзами, поддерживать своих и депутатов в Думе. Потому что пока народ молчит, ну что там, было мы в руке, кому попало, и все. Мы имеем трудовой кодекс, который имеем. Да, мы там, значит, ходили на эти как-то митинги перед Думой, перед нашей, петербург. И что мог сделать шириной в альяне. Ну, все, то, что мы имеем, то мы имеем. Все, спасибо за внимание. Виктор Григорьевич, суперситарь защиты. Ну, вы меня-то вообще знаете, я спою вам старые свои песни. Значит, какой вопрос мы не взяли, полдолго, там, значит, права рабочих, трудящих, и так далее. Значит, суть одна. Значит, если нет объекта сопротивления всему, как, этому натиску, по всему фронту, как здесь сообщили, то бессмысленно вообще о чем-либо говорить. Значит, невыполнен в России за 12 лет, или за сколько лет, значит, основное, не создан вот общероссийский объект сопротивления. Я не говорю о рабочем классе. Рабочий класс это 60 миллионов человек, вовсе недостижима цель 60 миллионов поставить, как бы, ну, образно говоря, под ружье. Но не создан вот, так сказать, этот объект, который бы мог действовать по одному сигналу и в рамках, если бы, в интересах вот 60 миллионного, так сказать, вот этого отряда. Значит, к чему я веду дело? Я веду дело к тому, что многие наши вопросы, они становятся бессмысленными, и их обсуждение, если мы не решаем главной задачей, создание рабочих организаций. Если нет рабочих организаций, вот в данном конкретном регионе, на данном конкретном предприятии, о чем можно говорить? Значит, один спец, какой-то, и сейчас, вот на сегодняшний момент, самый простой, самый надежный способ создать рабочую организацию, это рабочие профсоюзы. И правильно здесь Дойкер говорит, и правильно защитовцы говорят, и так далее. Но вот посмотрите, во что втыкается, так сказать, эта проблема. Я вот ее с 94-го года, как суперседатель, с 96-го, я суперседатель, защита, решаю. Мною лично зарегистрировано, вот, 100, больше сотни рабочих профсоюзов от Владивостока до Ленинграда. Где они сейчас? Значит, статистику привожу. Значит, ликвидируются в течение полугода. Причины, тоже могу сказать по-причине. Первое, во-первых, буржуазная власть понимает, значит, она давно уже поняла, что ФНПР, там все остальные профсоюзы, друзья власти. Значит, ее враги это рабочие профсоюзы. Значит, вот кто, вот я только впервые присутствую, когда, вот признали, наконец-то, некоторые товарищи, что ФНПР это враг, так сказать, рабочего класса. Ну, хорошо. Значит, это первая причина. Власти отлично понимают, что такое рабочие профсоюзы. Ликвидируют их. Всеми способами, вплоть до протяжки регистрации и так далее. Ну, ладно, это неустранимая причина, поскольку власть это и есть господствующий класс, он управляет Россией. Когда голову, значит, голову сняли, а в волосах не плачут. Власть есть власть. Она так и должна действовать. Но основная причина все-таки гибели вот этих рабочих профсоюзов это неграмотность. Неграмотность руководителей, тех, которые становятся во главе, так сказать, вот этих рабочих организаций. Вот к неграмотности руководителей я отношу все поражения, начиная с Чебоксарского, значит, завода тяжелого машиностроения. Я там дважды был и видел все, как это разворачивалось. До ЦБК, до Красногорского комбината. Все это неграмотность руководителей. Тех, кто встал во главе рабочих. Значит, еще ближе к теме. Вот завод Красный Сорма. Вот да, значит, вот организуют сейчас профсоюз защиты. Да, хорошо, отлично. Мы давно за это стоим. Но зачем выдумывать схемы, которые нам лично известны, к чему они приводят? Значит, нам нужно создать рабочую организацию и сделать так, чтобы, так сказать, управление юстицией сходу все зарегистрировало. Сходу пошли деньги. Сходу, так сказать, рабочие убедились, что вот организация создана со своими финансами, со своей структурой, со своей организацией. Значит, мы знаем, какие схемы. Вот здесь в Нижегородской области мы все знаем. Мы регистрировали, здесь уже нам пять регистраций прошли. И областную зарегистрировали, и четыре, так сказать, организации в городе Сарове, и так далее, и так далее. Все знаем. Нет, мы думаем, снова схема какая-то. Значит, четыре объекта, четыре предприятия, какую-то организацию, так сказать, какой-то отдельный, особый, и так далее. Для чего? Вы создайте сначала, скажем, на одну перличку, и дальше прикрепляйте к ней, как мы создали. Во Гневе дальше пошло и поехало. Все предприятия, действующие перлички, подсоединились, значит, имея штампу Нижегородской организации, нам это не трудно создать в любой момент. И Красную, и Нижегородскую организацию, и там Соромовскую район, и что угодно. Но нужно создать работающую организацию. Вот где главный вопрос. К сожалению, вот в Нижегородской области, опять же говорю, у нас давняя мечта, чтобы вот здесь в Горьком был центр, так сказать, рабочих профсоюзов, областная, так сказать, ни в каком там, маленьком городе, на Юге области центра Нижегородского объединения защиты. Ну, к сожалению, чему-то все мешает, все какие-то, какие-то непонятные, значит, вопросы возникают. На газе создали, нет, значит, судились. Хотя, с самого начала четко было известно, что тот, кто начинает с судов и профуроров, он заканчивает, так сказать, признанием своих ошибок и, так сказать, пишет под диктовку о том, что рабочий профсоюз был организован какими-то, значит, алкашами и создавался, так сказать, для целей, так сказать, чего-то. Вот так рухнуло на дружеском заводе. Поэтому я вам предлагаю, значит, как бы сказать, значит, корень вопросов все-таки состоит не в протестных действиях, которые, значит, иногда инициируются, и в большинстве случаев инициируются в буржуазии. Один клан против другого, значит, корень вопросов состоит в том, чтобы всю Россию насытить рабочими организациями, действующими, которые неизбежно встанут до начала, ну, организующие, как вот сейчас рабочие профсоюзы, создают федерацию. Это неизбежно. Значит, если мы создадим такие организации, мы неизбежно создадим вот эту всероссийскую организацию, вот сейчас докерами защита создает федерацию, значит, если бы такие организации у нас были во всей России, мы бы создали всероссийскую организацию. У меня все, спасибо. Вопрос. Можно? Нет. Виктор Григорьевич, все ты правильно говоришь. Значит, у меня есть предложение. Значит, вы назначаете день и проводишь учебу. Потому что вот так вот говорить можно. Я готов прямо сегодня. Я готов. Значит, вклад. Вот и Гошину можешь рассказать. Здесь люди заинтересованы и другие. Давай подготовим просто я готов и с сегодня, чтобы вот обижаться на людей не надо. Люди только начинают путь. Ты прошел, а другие только начинают. Да, к сожалению, 10 лет мы об этом. К сожалению, почему мы сожалеем? К счастью. Вы когда на второй не создали организацию свою? 94. В июне месяце. 10 лет. А мы вот есть 10 назад и не прошла. Сейчас есть докеры, есть. К счастью. Пожалуйста, следующий опыт по моему вопросу, поступающие. Вперед, без страха и сомнения. Зайков трудовой нижний опыт. Товарищи, вот, значит, рассматриваются передачи опыта, значит, борьбы по созданию профсоюзов. В то же время говорится о том, что неграмотность лидеров и организаторов этих профсоюзов. Я, значит, уже до этого здесь выступал и вообще хотелось бы в нашей печати больше, так сказать, ввелить открытые статьи по рабочим университетам. То есть, конкретно учить лидеров нужно начинать с того, как они, так сказать, зародились эти лидеры. Вести пропаганду и агитацию в массы. Это должно заключаться в том, даже хотя бы, я уже об этом также говорил, о том, даже элементарно трудовой кодекс наши работники, наши рабочие сейчас его практически не знают. Не знают, знает его часть активистов, которые, значит, пытаются вот этих необученных, необстрелянных работников вам что-то организовать. Когда люди на наших предприятиях, вот я прошел несколько предприятий, так сказать, и в силу ряда причин даже был уволен с некоторых предприятий, на этих предприятиях наши работники совершенно незнакомы с трудовым законодательством, так сказать, разговор, везде каких-то коллективных переговоров, трудовом заключении коллективного договора даже не получается. Начинаешь разговаривать и встречаешь такие ответы. И это вот раньше было. То есть чувствуется полная наша неграмотность нашей рабочей среды. Я обращаюсь ко всем, значит, через наши те печатные органы, проводить открытый рабочий университет и, значит, опубликовать хотя бы трудовой кодекс, тот, пускай какой бы он ни был, для того, чтобы донести его можно было в массы, чтобы во всех трудовых коллективах даже изучили действующий трудовой кодекс. Люди совершенно в этих вопросах у нас в настоящий момент неграмотные, не считая тех центров, где действительно профсоюзы может быть активно действуют, но на массе предприятий работники забиты и замордованы. Заключаются такие трудовые договоры, допустим, я сейчас сам нахожусь в судебном процессе с тем предприятием, где трудился, где ущемляются полностью права нарушения массы трудового кодекса. Мне пришлось, наверное, статьи 30 или 40 перечислить при обращении в суд. Вот на таких условиях принимают на работу. И что мне хотелось бы подчеркнуть еще раз, вот это самое, что нужно нести в массы, нести наши знания. Спасибо. Так, вопрос вы решили? Да, давайте. Санчевский Сергей Евгеньевич, Московский подшипник. Вы заикнулись через газеты. По крайней мере, этот трудовой кодекс уже отпечатан. Зачем газеты за именно разъяснение, я еще согласен по статьям, но полностью перепечатывать этот трудовой кодекс в газетах не сажал. Да, я бы с вами согласен, что... Разъяснение, да, я еще по той или другой статье согласен. Я бы с вами согласен, что трудовой кодекс, особенно в нынешнем варианте, во-первых, очень объемный, там включены те материалы, раньше которые были под законным актами, это и расследование частных случаев, все остальное прочее, что может быть действительно выделить какие-то статьи, ввести разъяснение, это было бы, наверное, более ценносообразно. В этом вопросе я с вами согласен. Еще вопрос? Прямо. По этому поводу. Пожалуйста. Значит, то, что предлагается, я считаю, по меньшей мере, не серьезно, так, значит, а по поводу разъяснений и так далее, значит, были статьи опубликованы в Народной правде газете «Рабочее дело», значит, по-моему, в Докере тоже, о действиях профсоюзов в условиях и трудовых коллективов, в условиях действия нынешнего трудового кодекса. Было это все. Не донесли, это другой вопрос. Да, скорее всего, вопрос заключается в том, что они донесли. Мне, те вопросы, которые Сульков здесь поднял, мне кажется, это нельзя говорить с вами. Несерьезно. Я не согласен с вами. Несерьезно напечатать трудовой код. Ну, так и говори. Об этом у тебя стоит вопрос. Итак, здесь у нас согласился открытый рабочий в Минске, что не весит трудового кодекса. Пожалуйста, есть деньги, какие-то. Я как раз тоже говорю, что здесь серьезно несерьезно это неправильно. Вот у нас, собственно, вот к каждому докеру, каждому докеру был вытар. Это, вот он, вот это выгодник закладочками. Дело в чем? Дело в чем? Это же правильно человек говорит, что надо учитывать у всех у кого-то. Да, у нас Питер, у нас крупный город, у нас это все, это все пройденный этап. Надо помогать людям с соответствием друг к другу. Естественно. Трудовой кодекс, да, вот она книжечка. А комментарии трудовому кодексу ни один том. Кто поможет? Правильно? И совершенно верно говорит. Не надо перепечатывать трудовой кодекс в газете. А вот основные моменты, то, что у человека конкретный вопрос и конкретный ответ на вопрос. Ну, собственно, для этого фонда рабочей академии. Михаил Васильевич, вопрос, и вам это дело все. Мы его вопросом сейчас мы рассмотрим как раз в начале развития рабочей университета на странице нашей галлии. Галлия, следующее, развитие рабочей университета. Это же, Леонид, вы хотите сказать? Я не собираюсь выступать. Хочу только согласиться, в принципе, с вопросом. Но были статьи, разносили. Надо еще, конечно, давать статьи и новые рекомендации писать. Могу сообщить, что сейчас готовится в Ленинграде следующая методическое пособие автора Федота и Пурия, которое называется будет так. Введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора. Вот большая работа. Там будут указаны обязательно именно те статьи и просто ссылки на них. А прямо приведены, вот мы договорились с Александром Алексеевичем, что там должны быть, не то, что нам должны поверить там Федота и Пукова, что да, действительно есть такие статьи. А чтобы была выдержка из трудового кодекса, чтобы человек не мог, мог не лезть в трудовый кодекса, а прямо вот здесь посмотреть. И если уж он сомневается, что именно так мы перепечатали, тогда пусть полетят. Поэтому я думаю, что если мы попросим других товарищей, то я хотел бы обратиться к Виктору Григорьевичу. Вот поскольку вы имеете такой опыт и знания, и лет уже много занимаетесь за делом, написать бы пособие, опубликовать бы и статьи соответствующие. Я думаю, что они будут всем очень полезны. Если бы мы на РГР получили, и разнесли бы, я думаю, что у нас неграмотность сразу стала бы меньше, а грамотности стала бы больше. Поэтому в принципе, я считаю, вопрос правильно стоит, другое дело, что может, где-то неудачно. Такие угромы. Было правильно. Еще вопрос. Пожалуйста. Ответ сходу. Значит, в 2003 году, и в 2002 году, Виктор Аркадьевич мне напомнил, значит, у нас вот, силами нашего Советского Союза, Янерного Центра проходила школа недельная, вот, где обучалась, ну, под тем вопросом, по которому я сказал. Поскольку мы выяснили, что основной неграмотность и бедет гибели, значит, вот мы школу собрали в целом неделе. Значит, я себя не считаю, и, наверное, из меня никогда не получится вот юридическое, ну, специалист по, вот, и диспруденция. Значит, я так, в целом, не знаю, трудоэк, но, значит, мы используем другие способы, помимо трудоухода. Вот мы обучали, значит, как организовать профсоюз, как его, так сказать, уберечь от нападок и прочее, и прочее, потому что мы знаем все, как это идут, как уничтожаются и все прочее. Вот, вот я, например, больше, конечно, рассчитывал в смысле диспруденцию, на неигранских товарищей. Если книга таковая, то, довольны. Худо. Подпишусь, да? Я снова тебя убью. Опять, правительство. Вопросов нет. Вопросов нет. И вот, впервые, наверное, на российском... Что? Социальный. Социальный. Впервые на заседании российского комитета, сколько я там был, выступают в большей степени представители или думы, или профсоюзные работники, освобожденные, или консультанты. и мы в результате, насколько я сижу, сложилось впечатление, что нету никаких перспектив на изменение трудового законодательства. Когда собираются рабочие, они не знают той тяжелой ситуации в думе и строят иллюзии, что своими действиями мы можем все-таки что-то изменить. А сегодня у нас сложился разговор, что иллюзий не может быть от перспективы изменения трудового законодательства в лучшую сторону. Я это могу проиллюстрировать на своем примере. Это как зажимают рабочих и сделают, да и всех рабочих, насколько я знаю. Вот в таком вопросе. Если еще на работе можно себя отстаивать, то потом мы тебя все равно все припомним, даже там. И пенсии тебе ничего не дадим. Ситуация сложилась так, когда вышло новое пенсионное законодательство, у нас на ЗИЛе, мужики, это 2002 год, стали уходить на пенсию, оформляться. И те, кто отработал 40 лет, получили пенсию 600 рублей. Люди, уходившие в декабре до принятия нового пенсионного законодательства, у них было там 1400 хотя бы, а здесь 600. то есть законодатели и пенсионные работники решили обрубить сразу и облегчиться от этих ребят, пенсионеров. У многих произошло возмущение, они выходили в отдел кадров, пришли к нам, в Россию защиты и активистам. Мы разузнали, в чем дело. Оказалось, что и администрация, воспользовавшись новым законодательством, абсолютно перестала перечислять пенсионный фонд. Пока это не разбереха, это все, и абсолютно нули. И пенсионный фонд начислил просто то, что государственную часть. Мы выпустили листовки, разъяснили эту ситуацию, и тогдашняя администрация, не перечислив, как-то договорилась с пенсионным фондом, рабочим сделали перерасчет. Сейчас они тоже получают 1400, там, и как вот остальных догнали. Но ничего в перспективе не изменилось. Это исправили на один год. В прошлом году получили листки уведомления о перечислении в пенсионный фонд в начале получили ребята, которые моложе с 52-го года. Им в пенсионный фонд перечислил информацию о том, что пенсионный фонд Зилан перечислил за год 200 рублей. Тогда и эти ребята стали задумываться, какова будет пенсия. опять-таки мы выпустили об этом информацию. Листовку назвали так, караул нас снова грабят. Союз рабочих Москвы помог выпустить. Листовка была большим тиражом, почти каждый четвертый Зилу исполучил. Она дошла до дирекции и директору пришлось встречаться с профактивом, где он сделал круглые глаза, сказал, что он этого не знает, что постарается восполнить пенсионный фонд, недостающие деньги и так далее. Но сегодня, пока ситуация сохранилась, сейчас получают уведомления из пенсионного фонда уже те, кто старше 52-го года рождения, получил в том числе и я. Там написано, что мне страхователем начислено 9 тысяч пенсионный фонд, а перечислено 400 рублей. То есть в 20 раз меньше, чем положено перечислять. Я думаю, что пенсионный фонд поступает правильно в соответствии с законодательством действующего. Он заранее предупреждает меня, что когда я уйду на пенсию, то мы тебя вдруг предупреждали, потому что наоборот и там приписка. Если у вас есть то есть если вы видите, что вам неправильно перечислили, обращайтесь к администрации или пенсионный фонд. Наш один товарищ пошел в пенсионный фонд. Ему сказали, что да, мы конечно должны об этом заботиться, но у нас столько дел, столько дел, мы только можем посмеяться над вами или поблагать за вас, потому что мы и с действующими пенсионерами не успеваем оформлять и так далее, а вы еще когда пойдете, вы сами обращайтесь в суде. Он два месяца выбивал из администрации сведения, потому что чтобы в суд подать нужно представить документы из расчетного отдела, все это. Потом, когда пришел, это было в ноябре, в суде сказали, сейчас мы вот так вот заняты, они ведь не ходили, дел полно в Симоновский суд, приходите после выборов. Вот сейчас он в марте попытается снова пойти в суд и заставить администрацию перечислить хотя бы на свой индивидуальный счет. Но индивидуально это может один решить, может быть он выбьет даже. Мы-то знаем, что перспектива всем пойти в суд нету, потому что одному трудно организоваться, а всем тем больше. Поэтому если один прецедент будет уже, значит уже Сергей, расскажи, а так как прецедент пожалуйста, как вы. А мы попытались через коллективный договор, здесь я перескверчу немножко, ну там мы попытались администрацию заставить, чтобы она в расчетных листках уведомляла каждого работника о том, сколько каждый месяц ему перечислено, кроме того, что переначисление зарплаты и так далее, премии в то же время, и сколько перечислено на социальный и пенсионный фонд, страховые фонды. администрация заупрямилась и в результате на колдоговоре мы добились сложных формулировок записано предусмотреть возможность предоставления работникам сведения о перечислении в их пенсионные фонды и так далее. Но хотя бы в колдоговоре записано упоминание. То есть перспектива вот такая по законодательству о пенсиях у меня перспективы моих товарищей по рабочей. Потом я узнаю, поговорил и с нижегородцами, они получили такие же виски. То есть и здесь работодатели не перечисляют пенсионные фонды нужные в 10 или еще больше раз меньше. Поэтому здесь законодателям трудовое законодательство надо, конечно, менять, но в большей степени нам нужно рабочим самим думать, как вообще это может быть даже и законодательство это законодателей поменять, чтобы нам лучше. Сычок Сергей Евгеньевич, председатель штабовщик Московской ОАО Московской Пашины. Ну это раз в прецедентах затронула Матросска, которая относится к 1999 году нашим профсоюзам защиты была предпринята попытка, хотя и до этого несколько лет возникали то возникли то потухли вопросы о том, что на предприятии вредников на недоплаве по дополнительным отпускам где никому в чем мы гуляем. выходили на диверсию выходили на травку все нам все прекрасно объясняли что все дается правильно вот так как это в первую очередь касалось меня лично наша организация полномочия начинать прошли конечно спором на заводе где получили отрицательный ответ был подан риск в суд кроме того что подал в суд профсоюзной организации началась подготовка тех людей которые могли бы пойти следом но шла подборка по профессиям чтобы администрация отбить сразу какие-то иллюзии на тот счет если например суд присваивает ходит сам дополнительно литейщики например не указано ли судебно нет такого решения значит литейщикам ничего не положено в результате было подготовлено около ста человек разбито на три группы потому что вопрос стоял так что вплоть до верховного суда российской федерации в результате получается так что в этом суде в рефортовском суде смог доказать свою правоту но что больше всего поразило в этом суде это на стороне значит администрации свидетелем уступал заместитель председателя предпринимательского профсоюза нашей организации который доказывал что все администрация делается правильно в результате суд был выигран как такой процедент был создан как объединить рабочих очень тяжело было объединить рабочих и у нас удалось создать профсоюз только тогда когда создалась ситуация опасная для работ предпринимательского а какая конкретно значит нам сказали что при переходе на новую форму постоянно меняется одна организация другая другая вот при переходе форму будут нам платить конвект вот эта опасность потому что у нас люди в основном 40 лет 50 лет пенсионного возраста вот вот тогда вовремя значит мы подработали и создали профсоюз профсоюз до сих пор работает правда с переменным так сказать успехом то лучше то хуже значит у нас ходят туда и электромеханики по лифтам диспетчера и лифтеры вот к сожалению администрация сейчас начинает давить не просто на сам профсоюз а стравлива нас диспетчерами допустим с лифтерами электромеханик идет вот такой прессинг сильный значит что бы хотелось конкретно сказать вот значит часто меняют форму собственности очень часто не успеваем менять название профсоюза как поменяли форму собственности опять уже другое опять меняем значит естественно там уходят пропадают отпуска значит пропадает значит зарплата меняется вот значит картинка такая допустим мы организация электровиков у которых есть профсоюз и допустим те электрики сантехники гостиницы которые не имеют отпусков профсоюза с вами извините вопрос интересный в чем что им допустим сказать что мы сейчас организуем новую управляющую компанию в которую войдут маленькими секциями различные направления электрики сантехники электромеханики лифтов и так далее так вот всех под единый разряд допустим четвертый разряд там 4500 пятый 5000 шестой 5500 вот и мы тоже думали как же так и у нас тоже под этот разряд мы начали практически была забастовочная ситуация часть людей просто-напросто готова бы уйти но электромеханик в Москве получающий 6000 разряд и постоянно тенденция какая вот в последнее время идет работодатель просто понижает заработную плату ничем не обосновывая пользуясь тем что у нас снижает просто премиальный пункт вот у тебя есть 4000 все вот твой оклад и все а все остальное может понижать и бороться с этим надо тоже подумать как с этим бороться тяжело коррективного другого нет вот а он постоянно и тенденция вот с кем не говорю у всех вот такое идет значит единственное чего можно было в этой ситуации это угроза просто уйти значит рассчитаться с предприятием и вот значит мы как профсоюз сходили разговаривали и говорили слушайте товарищи ну вот ситуация такая мы показываем динамику январь на 1000 уменьшили зарплату значит декабрь тоже на 1000 февраль тоже на 1000 время на 3000 вот за 3 месяца упала зарплата и говорим руководителям что вы хотите делать сейчас люди уйдут а электромеханики по электронам сейчас фактически ну так же как и Токарея не готовит фактически нет их специалистов вот специальность очень дефицитная причем она имеет уголовную ответственность так как мы работаем как и на транспорте с людьми перевозим людей любое попадание человека в рифт это влечет уголовную ответственность того кто за него отвечает то есть ответственность большая денег не платят вот и поэтому мы как профсоюз пришли к генеральному директору и говорим вот так и так если хотите сохранить коллектив и ну что-то иметь то давайте собираем собрание разговариваем надо повышать зарплату и так далее то что вы показали что мы будем переходить на 5500 оклад ну это смешно 5000 и 5500 на 500 рублей это же смешно вообще согласился с нами собрали собрание у нас получилось мы добились вот у кого есть профсоюз это просто как бы показать картинку где нет профсоюза где есть профсоюз у них 5500 у нас 8800 6-й разряд понимаете уже добились повышения значит до 8000 это уже плюс там 30% у нас платят премиальные 18% чтобы не высчитывать они туда и ночные праздничные вот это все суммируется минус подоход на наул 13% и того значит электромеханик получает фактически 12000 грязными где-то 11500 чистыми где-то 11500 чистыми получается кто получал чистыми 6000 ну фактически 2 раза мы добились значит повышения но ситуация какая администрация видит ее уж тоже не устраивает начинает справлять над диспетчерами диспетчера получать мало им прибавили всего на 1000 вот они тоже члены профсоюза и вот идет вот такое столкновение очень нехорошее значит по коллективному договору что бы я хотел сказать мы с удовольствием хочет перейти но никак не получается только начинаем готовиться и вести переговоры форма собственности изменяется опять мы выбыли на полгода выбыли практически из этого сейчас вот вроде бы новая организация опять будем стараться не знаю как получится а? легкий все держит и все те же все гостиницы все та же после янца поменять да и плюс еще угроза постоянно что гостиницу сломают вы знаете у нас как катак налево направо шашками рубят и ломают то одну гостиницу то другую манеж взяли вот сгорел не просто так мы так думаем центр вот ну вот ситуация такая очень тяжелая еще раз говорю товарищи конечно говорить что мы создадим сразу не получается Григорьев прав сто процентов что создать процесс можно только там когда есть возникла ситуация вот и конечно вот мы убедились мы с первого раза поставили взносы 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 правда не добились того чтобы взносы нам перечисляли у нас счета нет но все таки взносы мы выплачиваем регулярно то есть добиваемся как-то это дисциплинирует людей и плюс тому самое интересное что администрация раньше давала ну подарки там женщина восьмое мужчинам там дарила что-то сейчас ничего не дали мы начали своим членам профсоюза значит конфеты там женщинам цветы и так далее вот понравилось людям так правило администрация вынуждена и другим сейчас покупать тоже смотрят на нас и вынуждены делать то же самое так что мы их толкаем а они как бы так сказать поднимаются на уровень выше вот приблизительная ситуация такая спасибо я думаю что фронт наступления на права трудящихся широк да и вот мы все не случайно говорим что вводит мы так изложили все казалось бы что нет никаких перспектив но под обсуждение наших докладов показал что перспективы есть и они связаны с организованными действиями трудящихся в рамках предприятий от рабочей профсоюз в рамках всей страны и вот в этой связи очень обнадеживает создание федерации профсоюз в России так что я думаю что мы должны рефиксировать что все решается борьбой и в этой борьбе шансы в рабочем классе организованном конечно же есть я хочу воспользоваться своим заключительным словом чтобы сказать несколько слов о том какой проект внесли товарищи тюркинг и шейнг в Государственную Думу и подчеркнуть что для нас внесение проекта в Государственную Думу не должно рассматриваться как напоминание о том что обязательно этот проект пройдет я думаю не в этом дело дело в том что проект который вносится в Думу это некое знамя которое высоко устанавливается на России и оно обеспечивает нам определенное единство понимания к чему надо стремиться в коллективных договорах к чему надо стремиться в наших акциях в единых действиях чтобы мы не каждый раз выдумывали какие-то лозунги а эти лозунги вытекали из-за того что глубоко продумано вешено и внесено нашими товарищами которые выставлены на передовую линию ворюм точно так же как внесение проекта в Трудового кодекса позволило нам соответственно переделывать и дополнять и совершенствовать коллективные договоры правильно а сейчас что представляет собой проект закона который внесли Виктор Акадьевич и Олег Васильевич они внесли проект закона который если бы он был принят превратил бы наш Трудовый кодекс в тот проект который внес в свое время Олег Васильевич то есть там полный набор всех тех необходимых применений которые тем самым всем здесь присутствующим знаком в частности если брать основные надо обеспечить разницу прав в профсоюзах если профсоюзах это защитники то есть адвокаты так мне навязывают адвокат я в этом профсоюзе говорят нет я буду представлять вот тот дядя даже в суде уголовников там как получается сам выбирает адвоката кого судят а здесь нет здесь сотрудные граждане другая вам говорят нет вас будет представлять Канадея а ваш этот вот который ГАО не будет представлять он меньше вот что нам вообще сделать то есть это дикая совершенно ситуация и эта дикость только тогда будет ясна и видна совершенно твердо везде будем отставить равенство прав в профсоюзах каждый трудящийся имеет право выбирать тот профсоюз который его устраивает и поэтому нарушаются не права профсоюзов а нарушается конституционное право работника на объединение в профсоюзах то есть попирается конституция России вот этим самым трудовым кодексом и мы должны это прямую говорить везде и в думе и на всех наших акциях и требуют добиваться этого я думаю что мы рано или поздно этого добьемся второе второе это согласование с профсоюзами всех коренных вопросов которые затрагивают положение трудящихся вот это звучит мнение которое у нас стоит это вообще посмешище над работниками над профсоюзами над правами то есть это означает что не хотят считаться работодателями ни с тем то есть они все таки хотят получать прибыль что хотят игнорировать все нужды и все потребности и все интересы работников на что работники могут им сказать что вы тогда не получите свои прибыли потому что мы будем с вами вести затяжные коллективные трудовые споры устраивать самые разные формы и акции в прошлый раз мы говорили о акции там не было по форме ни одной минуты запастов и не было никакого коллективного трудового спора и все было выиграно 70% природ зарплаты в этом году не было вообще вопроса о зарплате выиграли то что при смене собственности будут сохраняться полдоговоры но они выиграли все и очень простая схема очень простая схема так сказать вот то они проводятся профсоюзные собрания бесконечные они домой не уходят опять на собрании сидят в этом самом зале то они берут все плохо себя почувствовали на 3 дня сразу берут на основе статьи 20 основы здравоохранения то они значит голодают теперь 12 человек запретили голодать от последней сведения не имеют ну они теперь говорят ну ладно значит раз в Омске и Новосибирске нам голодать запретили вот эти 12 человек будут передать уверяю вас результат будет тот же самый эти ребята настроились выигрывать и будут выигрывать вот третье что я хочу подчеркнуть что чего нам нужно от этих изменений что в проекте Шевернаде и Тюльхина внесенном в Думу это право на ведение всех профсоюзов на ведение коллективных переговоров это тоже традиционное право если я гражданин работник я должен иметь право заключить договор коллектив через свой профсоюз то есть то есть надо восстановить это право и право на ведение коллективных трудовых споров то есть такого безобразия чтобы профсоюз не мог ввести коллективный трудовый спор ну просто поэтому я думаю что мы должны еще найти правильные слова как это оценить мы еще очень мягко оцениваем то что произошло и надо выделить вот эти моменты и я бы очень просил и Виктор Акадий здесь присутствующий и Виктор Михайлович как помощника надо быть нам вот этот материал поправить правового кодекса который есть его бы надо как с использованием всех наших возможностей размножить до всех довести до всех здесь присутствующих до всех наших профсоюзов потому что это вот тот материал который тоже нам обеспечит единство действий чтобы мы били в одну точку по всей России вообще те кто присутствует здесь те кто присутствуют здесь потому что присутствие сейчас очень тяжело и дорого и чем дальше тем дороже так чтобы мы били в одну точку причем мы рассматриваем вот это вот заседание Российского комитета рабочих как штаб по выработке правильного решения для рабочих и общественных организаций всей страны чтобы нам потом через интернет через наши газеты через все наши органы информационные через всю систему какая у нас есть вот это вот правильное решение которое надо руководствовать в своей борьбе чтобы она была единая у нас чтобы можно было распространять поэтому я считаю о том что мы собрали достаточное количество опытных людей и умов для того чтобы выработать правильную рекомендацию вот в чем смысл этого дела и я этим и хотел бы и закончить так сказать свое заключительное слово и призвать всех присутствующих так и относиться к тому что мы здесь делаем почему мы здесь ковыряем каждое слово потом будем записывать потом будем обсасывать отложим на завтра потому что мы это делаем если бы мы делали для себя то нам сойдет сойдет мы сами себе переделаем но мы как бы вот сделаем и отправим это дело на полгода на всю страну и у нас не было такого чтобы мы принимали неправильное решение лучше мы короче сделаем что-нибудь уберем но не будем писать то в чем мы не уверены вот приехали люди которые имеют колоссальный опыт там 10-летний 15-летний 20-летний экономической борьбы политической борьбы просто жизненный опыт большой и люди которые занимаются наукой и теорией журналисты здесь сидят вот из Нового Петербурга приехал у нас наш товарищ то есть у нас есть и даже вот из Китайской Народной Республики старший научный сотрудник ведущий из города Урумчи то есть у нас есть товарищи которые в состоянии известить что мы отсюда вынесем и что мы порекомендуем и я думаю что мы этим должны пользоваться и ценить то что мы здесь можем сделать постараться и этому посвятить и силы и время я отказываюсь потому что все было нормально и поставлены цели правильно и анализ проведет пожалуйста я со свойственной это самое парламентария многословия поскольку просто сидел накидывал кое-какие моменты которые мне кажется полезно было бы использовать там в пропаганде и так для художественного слова кое-где и прочее вот первое что было как-то понятно что надеяться на то что вот хорошими отточенными аргументами и справедливыми на этих деятелей не воздействуют на единую Россию так как я как-то выступал в конце заседания думы с заявлением по политическим мотивам в Соединенные Штаты в Гаити переворот устроили и прочее и прочее и пока был на трибуне посчитал сколько он в зале человек значит вместе со мной 40 сетей вот прикиньте 450 депутатов то есть воздействовать на них можно какими-то только не надо думать что вот на умы воздействуют на них может быть кое-где и есть там зерно сомнений куда мы заносим вот например Кондратенко верит что они расколются что там есть люди которые действительно показывают результаты голосования вот смотри три человека это что-то четыре так сказать у них из трехсот половин да что в калуарах там говорят но все-таки в основном конечно на них воздействовать можно общественным мнением под газом средствам массовой информации и так далее особенно они не любят когда это персонифицируется знаешь как-то вот чебок на примере Грызлова мы это видели когда вот по этим демонстрациям они оказались в изоляции и пошла такая ну волна что ли откуда они вынуждены как-то так сказать по крайней мере делать вид они ведь не позволяют эту поправку внести теперь левым там или родине они сами так сказать что-то тащат справляют по данным ну это раз второе когда вот подемонстрация поправку проводили там по помощникам депутатов они обрезают степени свободы вести они сейчас снова вводят поправку в регламент и помощники депутатов будут иметь запись на общественных начала ну вот эти наши понятно для чего чтобы обрезать возможность тем кто опирается не на административные ресурсы вот на общественные и прошла эта поправка всего 226 голосов и вот потом наблюдали наши мужики которые карточки собирают там все уходят карточки остаются а специальные есть эти самые дежурные такие которые в определенном порядочке их собирают потом тебя два месяца не будет а твоя карточка снова встанет ножку зашну и так далее так вот они наблюдали когда проводилась воспитательная работа как это так что это дисциплина в Единой России а на следующий день пошли заявления у меня тут электроника неисправна я вчера кнопку-то нажимал а тут я распечатку посмотрел не туда наши Иванова Валентиновна и целый-целый ряд категория поэтому вот главное все-таки направление воздействия на этих деятелей ну кроме борьбы конечно если мы 50 тысяч выведем на борьбу это главный аргумент но пока с точки зрения аргументов устных логических и прочее конечно персонифицировано через средства массовой информации по другим но в этом плане очень мне кажется правильная просьба тем кто обосновит это дело чего они не любят и боятся они не любят и боятся сравнения с цивилизованным западом вот требования мод а что у нас делается вот какая-то конвенция которую мы подписали чего у нас делается то есть вот аргументация со ссылкой на то что мы не соответствуем стандартам мировой цивилизации это их очень выводит себя и двигается из союзников которые можно использовать пока очень прилично себя ведут по понятным причинам яблочники оставшиеся вот наш этот самый Попов из Питера который Дмитриев Оксана по этим делам то есть до определенной степени они вынуждены так сказать они кстати не принудили не пошли в единую Россию независимые всячески очень часто приходят подсаживаются поговорить или что-то вспомнить и прочее еще один момент я тоже придерживаюсь точки зрения что на ФНПР так сказать можно крест но это не значит что мы не должны на него сейчас внимания обращать чтобы его закопать или как-то и то поэтому две мысли отсюда первое мы все больше и больше сталкиваемся с задачами во многих регионах когда никакого профсоюза нет на предприятии ну никакого форма собственности изменилась старый так сказать канал нового не образовалось там в этом плане наверное перспективное направление защита взяла зарегистрировать унитарный общероссийский устав чтобы их можно было присоединять так сказать на какой-то более простой схеме это раз а второе в сегодняшнем ФНПР иногда не делают витой иногда действительно есть трещины которые надо расшатывать вот посмотрите из тех примеров которые я приводил по прожиточному минимуму ФНПР занял позицию отрицательную и сайт промолчал не довел это дело до сведения в тени публики в зале это раз по демонстрациям они даже бумагу разослали на трех страницах за подпись зампредседателя Шмакова на какой-то 9-й год опять Исаев промолчал то есть во-первых надо вот на Исаева усилить на как вообще даже в лице ФНПР чтобы его представить приказчиком от единородства в этом профсоюзном движении а во-вторых в самих этих профсоюзах вот на сегодняшний день заставить их использовать их возможности для проведения кое-какой агентационной работы можно я вот это самое последний приезд в Питер сходил к лысику поговорить ну когда один на один так это слушает Виктор Акадьевич ты знаешь я самый неудобный человек ФНПР я самый элемент понимаешь вообще а из настоящих профсоюзов нет докера мы с ними работаем ты знаешь это действительно тот союз это я к чему что вот на этой волне сейчас в этом положении заставить их Михаил Васильевич в Питере зал выделить людей собрать своих привезти хотя бы по этому единому социальному надзапуску можно и они пойдут на это им им просто больше нечем себя показать понимаешь им хоть здесь вот это на этом деле поэтому это я думаю что стоит вот так сказать делать и прочее из человеческих вот характеристик возавчера выступал на примитете Зураба вот я так сказать в чем мне вот так ассоциации сразу сквы значит у них какой-то общий стиль вот такие бодренькие знаешь вот эти реформатки начиная вот от Айгайдара Юлийского Починок вот типичный представитель так бодро доложил как они реформируют причем час послушать ну ничего не появится фонды туда и сюда столько в бюджете столько в регионах столько качают это централизовывают в общем ну на вопросы говорю слушай самое большое бедство это безадресная помощь а все к чему сводится безадресно это всех когда права и чему адресно это ты иди доказывает что ты бедный нищий во всем мире так и прочее прочее потом типовая установка у них известный аргумент в любом обществе 10% это абсолютно так сказать некоммуникабельные неперспективные элементы из которых однозначно должны выйти бомжи алкоголики наркоманы в общем надо списать и за них вообще не бороться 30% это те которые только исполнять могут поэтому из них основной бюджетники из них основной исполнители это традиционно бедный контингент он тоже в любом обществе и прочее а вот поднимать мы будем жизни на уровне тогда это вот того перспективного активного и прочего остатка 60% которые составят и средний класс и высший и прочее и всех остальных за собой подтянутые и чем бодрее голос тем как правило печальнее телеформа заканчивается примерно и с этим делите по крайней мере впечатление такое мы договорились его попробовать вытащить на фракции отдельно чтобы немножко можно было его так сказать пораспросить не потому что убедить а то его не убедить и ничего мы там с этим не сделаем и более того я что удивился вот на примере Греха значит он на вот этой учебе про которую я упоминал депутатов если все другие деятели было видно что думал побыстрее так сказать отчитаться и удрать 20 минут 30 минут выставить удар Грех пришел в свой день рождения когда ему 40 лет исполнилось он часто торчал на трибуне а потом уже там ведущий пробовал и не отвечал на вопрос а он прямо лезет в боль то есть у него искренне честное собственное убеждение что он творит плохое дело он себя чуть ли не героем чувствует что это реформа причем если сопоставить страницы доклада когда он рассказывает как все плохо и прочее и он от этого отталкивается что надо двигаться дальше вот и казалось будущее сейчас куда вы привелись страну вот вот уже зачем вы же тут 10 лет реформировали вы тут это самое реструктуризировали а вот нет вот видите как все плохо поэтому надо двигаться и пошли двигаемся и так далее убедили значит посему значит чего можно вот с этой паршивой овцы которая думает называется сорвать обязуемся сорвать значит телефоны Олега Васильевича есть мои 292 51 28 значит рядом кабинет через пару дверей или прочего складываем усилия мы этот блок чуть-чуть так сказать нарастим где-то чего-то так значит безусловно надо значит пикеты и акции протеста вот этим датам когда пойдут наши поправки и наши законные так сказать проводить в том что несмотря на что они пробуют у дома пресечь а у дома сейчас разгоняют кстати яблочники вот пару дней назад стояли их даже в милицию отвели выпустили потом но тем не менее выпустили выпустили пока приняли еще пока только поэтому что можем будем делать будут дельные советы тоже 1861 1861 значит поступил поступил два проекта по первому вопросу революционной комиссии значит первое постановление постановление российского комитета рабочих о проведении недели единых действий в защите социально-трудовых прав граждан российский комитет рабочих обсудил доклады депутата государственной думы тюлькина помощника депутата государственной думы Шейна Петрова и сообщение членов Совета Франции Родины профессоров Золотова и Бобова констатирует что власти начали жакомостатное наступление на социально-трудовые права и интересы граждан России противостоять этому можно только с координированными сплоченными и активными действиями трудовых коллективов рабочих профсоюзных других общественных организаций и политических партий выступающих в защите интересов сотрудничества помедлить сначала читать российский комитет рабочих постановляет первое одобрить внесенный депутатами Шейна Митюлькиным проект поправок проекту федерального закона о внесении изменений и дополнений в трудовой кодекс Российской Федерации поправки направлены на обеспечение равенства прав профсоюзов согласования с профсоюзами решений работодателей затрагивающих интересы работников восстановление прав профсоюзов на ведение коллективных переговоров и осуществление коллективных трудовых споров Российский комитет рабочих рекомендует добиваться включения подготовленных на основе данных поправок пунктов коллективные договоры в связи с антисоциальными реформами предлагаемыми Единой Россией и представляющими собой крупнейшие наступления на права трудящейся после 1992 года считать принципиально важными внесение альтернативных проектов что поручается делать депутатам Государственной Думы Шейну и Тюлькину второе обратиться к Федеральному профсоюзу авиадиспетчеру объединению рабочих профсоюзов защиты труда Российскому профсоюзу докеров Всероссийскому обществу ветеранов войны труда и вооруженных сил Ассоциации работников непроизводственной сферы и иным реальным активно действующим общественным организациям с предложением о создании единого общественного совета и проведении общей кампании противодействия политике ущемления интересов и урезания прав трудящихся третье призвать трудовые коллективы рабочие профсоюзные организации общественные и общественно-политические движения и политические партии считающие себя защитниками трудящихся провести в период с 14 по 21 мая 2004 года неделю единых действий под лозунгами защиты социально-трудовых прав и восстановления социальных гарантий неделю единых действий провести в форме остановки производства рабочих собраний митингов пикетов шествий манифестации дистовочных компаний и в других доступных гражданах формах вот такой проект подложение если есть второй может быть второй защитник говорила двух конечно второй защитник значит отдельно вынесено значит вынесено постановление о последствиях снижения единого социального налога значит постановление российского комитета рабочих о последствиях снижения единого социального налога намеченные властями снижение единого социального налога из которого формируется фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования ведет к дальнейшему обострению проблемы охраны здоровья работников в условиях когда смертность превышает рождаемость уже на 800 тысяч человек в год умысел по снижению единого социального налога свидетельствует о том, что государство служит буржуазии, алчащей прибыли не на путях внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, а на путях снижения уровня жизни и здоровья народа. Власти сами демонстрируют, что сохранение здоровья и жизни работников всецело зависит от их активности и организованности в борьбе за свои интересы, что ждать подачи от правительства не приходится. Обык передовых отрядов рабочего класса свидетельствует, что путь к успехам в экономической и политической борьбе за свои жизни и здоровье идет только через организацию трудящихся профессиональные союзы с активной позицией в отстаивании своих интересов с помощью коллективных договоров и коллективных трудовых споров и единых совместных действий всех трудящихся. В связи с этим Российский комитет рабочих призывает всех трудящихся, все общественные профсоюзные организации и партии трудящихся провести неделю единых действий 14-21 мая 2004 года с требованием восстановить социальную защищенность трудящихся до уровня имевшегося до введения единого социального налога. Значит, до уровня единого социального налога, почему такое закладывается? Потому что падение началось с тех пор, как ввели единый социальный налог. Пока налоги были разные, более-менее был порядок. Вот такое. Товарищ, я считаю, это два разных постановления, с одной и той же темы. То есть номер один, номер два. Нет, ну, у нас название разное. Ну, какая отчетка. Тут понедельник динок действий, а это все последствия. Ну, люди подумали, по-моему, что по одному вопросу два разных постановления, то есть один альтернативный. Нет, мы разобрали. Где альтернативный? Где альтернативный? Не могу еще, друг другу, потому что я его дополняю. Ну, здесь по социальному налогу? Да. А здесь по действиям депутатов? Альтернатива-то. Единый действий, да. Вышел, прочитал, альтернативная комиссия, но постановление, проект постановления. Потом сказал, по второму есть еще, по этому же вопросу, есть еще одно постановление. Они, по-моему, не прочтю, а речь с другого дополняют? Нет. Кто-то наковырял еще один. Ну, и чем мы должны выбирать? Есть предложения за основу принесли, первое и второе. Еще какие будут предложения? Объединить в одно? Объединить в одно, по-моему. Не надо. Не пойдет. Не надо отдельные два. Это все-таки не может разобраться. Только одно объединяйте, по-моему, это единый день действий. Да. Вот это только объединяйте. Да. Два постановления по первому вопросу приняты за основу. Записано. Записано. Ночью на досуге все должны подумать. Внести предложение. Как это у нас делается всегда. Редакционная комиссия не спит. Да. Редакционная комиссия не спит. Она работает. Вот наша печать. Вот здесь у вас есть. Применеть. Добавить. Фотографировать. С вами? Да. Если крыша. Пожалуйста. Фотографируй. Пусть фотографируют. Спасибо. 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 Ну вот, ну, смотри. Вот мы собрали, значит, подали сейчас, значит, где-то 11 или 12 заявлений уже с паспортами. Вот. Все. Значит, дальше. Есть еще люди, которые, у которых есть желание. Вот, ты считаешь, как вы начнете ставить в плане? Ну, я вам не предлагаю. Я вам предлагаю. Железный вариант. Вот, как мы делали. Значит, вы образуете железную кирпичку на каком-нибудь одном из этих четверг, привязанный к работодателю. И первый шаг, который я уже шесть лет назад, во всех насилия была, чтобы работодатель, ты начал при четыре недели. Значит, дальше, что вы делаете? Вторую первичку, три человека. И вот эти две первички, образуйте никакую. Ну, у них сейчас уникальная ситуация. У них один завод, Красный Сор, он раскалывается. Если сейчас не будет этого, вот, ничем, скоплено, потом уже не восстановлено. Ну, это не важно. Это зависит от работодателя. Зависит сейчас еще. Они чувствуют себя работниками одного-другого. У них уже три месяца. Ну, надо смотреть не на работодателя, а на работников, как они пойдут в профсоюз. Если будет большой профсоюз, то он решит эти проблемы. А если маленький, то... Ну, так я хочу без съезда. Я хочу без съезда. Ну, у них две тысячи человек, с лишним, да? Две двести, наверное, да? Две двести. Большая первичка. Она какая-то? Третья, да? Да. Это как... Это десять лет назад, как вы. Десять лет назад они создали. А сейчас ситуация, я знаю, в России какая-нибудь. Вам... Вы будете, так сказать, как вот, например, на газе годами ходить к прокурорам и к этим, и в суды, ничего не добьете. А что тут добиваться? Они ходят там без... Денег нет профсоюза, вот суть-то какая. Если вы деньги не получите, значит, все равно, опять, судьба лишена. Я думаю, это не главное задача. Ну? Я к этому не привязываю. Ну, если... Ну, значит, я выхожу приедем. А потом ты что делаешь? Да, я потом, может, вступлю. Здесь? А вот сюда пиво. И там пиво. Ну, там пиво. Там пиво, там пиво. Да? Во-вторых. ПЕСНЯ ПЕСНЯ